я сейчас буквально ненадолго отойдут стадии атаку раз так далее давай кандидата на рамках речи продать говорит микрофон но у нас там как раз кто то переподписался санкт-петербург украинская кстати я не знаю келябрич можно наверно щас группе для всех чат в салоне но сейчас подождем некоторое время пока у нас развалится народ или или не развалится или оставайтесь действительно будем сидеть здесь все ближайшие три часа никуда не уйдем если не умрем итак вопросик степ для vr заявлено или нет нет у него не будет так далее автор сезон почему но это же просто английское слово степ но я думаю а там в чатике просто написали с одной стороны как слифт только степа именно все хорошо сейчас я залезу за кадрой чатик чтобы началось немножко безобразие да я тоже поглядываю мы никуда не уйдем пишет inspire loyalty которая вторые сутки уже сидит с нами молодец держись чат только для подписчиков и я убираю эту отвратительную галочку да только поставь там задержку потому что 6200 человек еще здесь и ребята да у вас у всех есть во уже все полетело я понимаю что вы рады но пожалуйста не засоряйте очень сложно вычленять нужную информацию из чата если есть вопросы то мы с удовольствием на них ответим партнер короче знаете я вам хотел рассказать давай я летел в самолете и там был стюарт и я ну он был очень странный в том плане что непонятно какое не то что там нации а какой расе он принадлежит нет то есть он был одновременно как будто и чернокожим и латинусом и индейцем и азиатом и что-то и при этом еще блондин да нет не блондин все таки был блин единственное вот я я сидел как бы и мне кажется там пока он шел по проходу он такой общительный достаточно был мне кажется там кто-то спросил у него я не расслышал ни хрена кто-то то есть не у меня одного появился вот такая мысль и кто-то реально у него спросил что он по ну к откуда он родом и он что-то так многозначительно ответил там ему в ответ так и сдалось я блин мучился очень долго я такой перебирал в памяти какие-то типажи с которыми я мог бы его сравнить и мне вспомнился только один хотя бы более менее приблизительный вот помните в адреналине со статом был такой гей длинноволосый да я это я с вами получил ну по моему да я вот сейчас даже не могу на кинопоиске его отпускать что бы который в синдром торрета был по моему да 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 вот он вот это вот более менее вот такая вот характеризуется того стюарта но так вот прям ну приблизительно я вот не говорю я даже не могу сейчас на кинопоиске отыскать что это актер мне интересно было бы хотя бы узнать кто он вообще ну так знаешь но может быть да в Таиланде как раз такие черно узкоглазые непонятно какие то а тем временем народ рассказывает в чатике у нас просто что Мигувер нас покидает вернется к Сони ему очень понравился тип Дронис Дронис говорит каждый год жду я тринадцатый гейм почти как новый год мы тоже тоже все лишь не спишь и на утро такой на утро никакой ради чего вообще где мои подарки ну ладно в этом году есть подарки для меня Е3 круче нового года вот по эмоциям реально круче то есть я уже который новый год не чувствую праздника несмотря на то что там снег фейерверк все радуют все бухают ну вот нет этого а Е3 реально каждый год как вот какой то праздник может я старею так что у нас значит 2 часа до следующего чего бы то ни было я вот вижу ты кинул ссылку но разве то он их премьерамирс по моему подписано бенус воли а ну да вот этот чувак а вот ведь месторождение США а при этом да он какой то ну не на этой фотке конечно он в бруде на этой фотке он вообще не похож на тот ну да 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 вообще такая загадка не бывает бывает я тут когда летал тоже недавно погода была люто плохая и рейс задержали на 3 часа ну как бы это рейс задержали даже не потому что была плохая погода но в общем то мы уже все сели в самолет вот и вышла капитан женщина и говорит типа ну вот мы извиняемся за задержку сейчас мы полетим погода очень плохая но вы не переживайте как бла бла и вот она разговаривает я ее слушаю и что-то отвлекся смотрю в окно и потом ты доходишь что капитан женщина мать его не это меня не смутило я про капитана женщину сразу шутку вспомнил это ее рассказывал по моему юлия ахмедова в стендапе типа она там с кем-то летела и женщина капитана мужик рядом с ахмедовой такой блин ну вот типа баба за рулем и ахмедова ему говорит ну да ты еще скажи что на самолет она насосала в общем то ну короче не суть я отвлекся смотрю в окно капитан уже зашла в кабину и я слышу ну по громкой связи тоже опять же вещает голос я думаю ну блин это капитан наверное продолжает говорить я поворачиваюсь и понимаю что это мужик стюарт говорит но голос вообще как бы пипец один в один с капитаном женский и у меня такой диссонанс потому что мужик ну он может у него немножко повадки были какие-то женственные но как бы я не знаю я бы не назвал его вот сходу геем но голос прям что-то не так вот кстати я как раз зашел сейчас на площадке в магазин появился этот вот trials of the blood blood dragon за 974 рубля ну как они и обещали потрясающе я кстати вспомнил этих мужиков они и в прошлом году так же выходили так же танцевали и были странными Вася ну в чем разница между двумя а там по-моему саундтрек что такое сейчас у меня тут немножко и саундтрек дешевле не погоди там плюс плюсом там заплел на все на комплект плюс да это комплект на него плюсовая скидка ну так уж лучше в чатике прошел слух что таким седьмой появился в системе ну что я сомневаюсь ну не сейчас и вот кстати вот это сирена где-то в контакте я уже видел это реально судя по всему с пиес 2 версии хоророк перенесли на пиес 4 ну да так и кин есть в системе так и есть семья да а в смысле просто страничка появилась у него в стиме ранний 2017 а я думал что он типа вышел не ну как бы сам факт это же первый такен на пк или не первый наверняка не первый там наверняка что ну да наверняка там была пятая часть восьмой воды на киселе но блин но блин а кстати можно же наверное на время пока у нас таки ничего я включу донаты ну в смысле чтобы они отображались если они были сейчас мы как раз посмотрим были они или нет ну у нас три тысячи человек уже отвалилось после конфис а это нормальная ситуация только это да то есть как бы они приходят потом они возвращаются ну кстати про cool story еще тут что-то вспомнил после будапешта приехал на поезде уставший такой в метро спустился ко мне подходит ну такой неряшливый чех немножко грязненький и просит меня по-чешски девять крон ну я как бы понял в принципе что он от меня хочет потому что девять корун я понял что это девять крон и я как-то ну я обычно им не отвечаю ну никому я жестом как-то показываю типа не не все до свидания а тут я после будапешта уставший что-то я там постоянно по-английски говорил я ему по-английски говорю слушай я не понимаю по-чешски и блин как я охерел когда он мне на чистейшем американском английском сказал то же самое попросил у меня девять крон я думаю блин чувак если ты так охерительно знаешь английский какого хера ты бомж но многим очень нравится ну то есть про бомжей не реально про бомжей моя любимая история если загуглить хобо крип на ютубе ой 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 не путай не путай не путай не путай хобо и бомжей не да не просто ролик так называется значит радиоведущие какие-то в америке просто поугарать такие взяли и позвали реально бомжа с улицы рандомного абсолютно в к себе на эфир ну что-то у него проводили интервью каково быть бомжом как живется на помойках там ля-ля-ля и в конце попросили его что-то спеть и он радио хэд крип выдает так что просто все обалдели у ролика там какие-то миллионы просмотров к бомжу тут же невероятная слава прилетела он стал звездой на какое-то время ему пришли кучу контрактов ля-ля-ля и вот спустя несколько месяцев я вспомнил про эту историю посмотрел и бомжа взяли интервью типа вы что-то собираетесь менять свою жизнь он говорит нет мне нравится мне вообще насрать никакие контракты мне ничего не надо мне хорошо вот так жить поэтому бывает а он поет действительно невероятно ну ладно да ну бывает но я не знаю это как-то очень странно потому что я не ну наверное раз он настолько чисто говорит на английском ну без акцента наверное он знает язык я не думаю что можно как-то ну на базовом уровне знать язык и при этом говорить без акцента ну я вспоминаю момент из двенадцати стульев где там на разных языках тоже специально одну фразу выучил тот самый наш любимый персонаж которую я забыл как зовут как он киса воробьянина да киса воробьянина да вот он тоже нормально справлялся давал понятие на английском и на французском и на немецком и на русском хрен знает ну а куда захочешь жить учи языки да спрашивают сколько платен сорок девять Васян а чё у тебя Tomb Raider на закачке а он у меня просто диск стоит и он я его удаляю а он каждый раз когда плойка включается он пытается установиться но места не хватает и он такой мне лень вытащить диск из плойки полгода охренеть она у меня просто за монитором там стоит у окна я ее не трогаю вообще никак сам к ней не лезу так достань этим внутри как это ну через консоль саму но он же залезает при каждом включении плойки назад да да окей я не в курсе я обожаю наш чатик на самом деле потому что если в нем сидит две с половиной тысячи человек и ты говоришь про кого-то рандомного бомжа на ютубе всегда есть человек который говорит кстати это горчица он записал даже несколько альбомов всегда есть человек который знает конечно есть сейчас тебе и ссылки еще накидают я думаю что включить пока что пока мы ждем но я думаю кто тут сейчас не готов у него что гонять наверняка ну в президенте чемпионат польщик вообще да ну смотри можно резидент можно мира сайт можно пошли может ванчартов немножко зарубимся не знаю я не любитель мультиплееров ты знаешь ну как бы можно вася по стриме визы на это дает один процент к анонсу но просто блин я визы на столько раз стримил что еще раз его стримить как бы смысл мало ну если что конкретное там вроде я все стримил вообще что можно два раза его проходил в прямом эфире так что и делся все проходил ну короче в чатике нет согласия никакого вообще никакого да я вижу все вообще что можно возникает вот что хочешь то есть три куплю сирену за 450 рублей буду стримить ее ты лучше триалс купи триалс блин триалс я не то чтобы хочу покупать я не умею в эти триалсы играть а он стоит 900 рублей извините меня это хрена ребят надо быстренько Васи накидать на триалс оно не придет так быстро как накидают в любом случае так что нет так что нет можно в целом как и как и вчера врубить мир сэши попрыгать там куда нибудь да можешь побегать давайте сменить там если чем отвечать все что можно послушать что там резик пятый вышел нет предзаказ там пока он два раза первого по моему выходит и так то мы с тобой в пятый резик по игры погоняли да он бодрее он намного лучше чем шестой он стоит как моя стипендия хорошее сравнение плохое сравнение но для человека прям я думаю очень грустно кстати что то про бомжей опять вспомнил тут в чехии это какая то у них программа по реабилитации бомжей они их находят отмывают и устраивают работать гидами которые проводят экскурсии по местам своей былой славы условно говоря я слышал да про эту историю вот и мы с ленкой даже тут думали на одного сходить ну во первых он пиздец какой дорогой потому что с ним ходят переводчик и ну и им платить надо напомни кто еще раз про что ты говоришь про бомжей и все да бомжи реабилитируют условно говоря и они вводят по местам свою былой славы а был же на ютубе еще какой то бомж наш российский отечественный который видеоблог делал он потом вроде закончился хованский нет нет ну да я реальный бомж бомж который видеоблогер видеоблогер бомж но сейчас в частнике сообщат обязательно как его звали ну или зовут не помню как на главный там макар какой то бомж макар классический бомж макар прям похож на жанры ну кстати реально бомж якут бомж якут на главной твича показывают дау секс да судя по всему так а у меня эмбарго спало я вам могу про него рассказывать давай я тогда включу его тогда сейчас хрен с ним с тем что сейчас у меня эмбарго спало тени что он не спадывала а где это васян стрима на самом деле чтв слэш твич ну то есть но я понял сейчас все включил откроем пускай тогда будет вот так вот сейчас не но он давно закончил вам видео есть уже не код бомж блогер завершения проекта 7 месяцев назад а это это сам о чем там показывал не знаю я не смотрел но вот ну я тебе могу почитать бомж делает паспорт бомж на первом канале нифига себе бомж бомж лечит зубы в беларуси вот так понятно ну вот да они сейчас показывают как раз первую миссию я ее и проходил ну в принципе игра начинается с что такое я ну я просто не читаю название видео одно видео называется одежда в шейк коммерсах с все все ладно я закрыл паспорт это как будто что то преступное сделал ой джейп это тот чувак который мне по морде заехал блашкович блашкович причем блашкович а джейп да да не он как он там билетель а кстати реально я перепутал у нас сейчас как раз будет вот как раз был секс они покажут потом через процент 10 минут будет вот это да и этого отсюда так что пока у нас еще есть что посмотреть а ну да народ все равно уже отвалился я так понял это не страшно в общем то да да классный разросся ввысь играется очень хорошо я играл на playstation 4 я кстати зашел в ачивки и меня оттуда с саными тряпками просто выгнали но я успел просмотреть практически весь список там опять есть эта сраная ачивка пройти всю игру без никого не убив никого не убив и без тревок но я в игре не нашел опять статистики несмотря на то что я их просил ее добавить на игромире походу они не послушали меня так что в этом плане конечно печальнее игра начинается в принципе ну после событий там первой игры прошло два года а а адам дженсен теперь короче работает в каком-то там отряде таск 48 что ли или таск 17 не помню каком-то спец отряде но он такой он вроде работает на них на самом деле сам пытается докопаться до истины потому что то что произошло на панче и в конце первой игры то есть там где эти три концовки в общем то ни одна концовка не считается каноничной по сути и с другой стороны все они считаются каноном потому что в общем то кто знает вообще какое решение было принято в конце игры это знает дженсен это знает игрок который принимал решение и все остальной мир дел секса он как бы только догадывается о том что происходит и благодаря всяким там манипуляциям сми они форсируют практически все по-моему эти три концовки то есть там кто то говорит одно кто то другое кто то третье никакой конкретики так что они ну довольно так хитро попытались обойти все это и начинается игра вообще по сути один в один как human revolution вы летите на задание в дубай и тоже там вопрос типа дженсен ты как вообще хочешь тихо или громко и опять же ты выбираешь оружие то есть прям один в один это было вообще по моему во всех деосах ну а Прагу ты так и не увидел почему увидел Прага да Прага это хаб такой большой реально город получается ну довольно большой у дженсена там своя это квартира ну этот ролик я уже даже по-моему видел он там душ принимает ну в смысле его уже выкладывали где то блин я надеюсь эмбарго спала вообще и в Праге в Праге в Праге че в Праге что там большой хаб такой же большой как и наш хаб посвященный Е3 да возможно заходите stopgame.ru слушай Е3 в Праге че там было любопытно ну там есть узнаваемые конечно элементы там вроде Карлов мост мелькал что меня больше всего позабавило там один ну как бы местный житель вроде как он ругался почему-то русским матом что очень странно то есть он говорил в Восточной Европе ну просто как бы он в Чехии он говорит по-английски но ругается русским матом это очень странно а ну и да уровни разрослись ввысь и теперь в принципе нету такой четкого четкого преимущества делать все по стелсу потому что в Human Revolution стелс он был более вознаграждаемым ты получал больше опыта если ты исследовал там пути если ты всех по-тихому вырубал сейчас и как бы агрессивный метод он вознаграждается примерно так же то есть за хэдшоты ты там получаешь достаточно опыта и все такое то есть они ну условно говоря попытались сбалансировать и тот метод и другой но не знаю мне все равно как-то в Диос хочется играть скрытно да а чьи в пути хочется выбить с никого не убить ну это безусловно просто я не знаю у Дженсен ну у него такой этот арсенал этих его улучшений что хочется как-то ну пользоваться ими если у тебя есть возможность становиться невидимым блин наверное хочется поставиться все делать а получается еще насколько я понял Дженсен он в конце первой части ты прокачивал его а сейчас вот он через два года в общем то попал к какому-то хирургу который нашел какой-то скрытый потенциал в его аугментациях и в общем то поэтому у тебя появились новые возможности которые тоже разумеется можно прокачивать вот вот смотрите там чувак как Джеки сидит у него по-моему Кодима Парадакшн слоготип да или мне кажется ну ну он может фанат ах 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 ну кстати оба эти чувака-то были в Лондоне Джей Джей Би и блин второго не помню как зовут он просто помню Джей Би ах они вообще не заморачиваются с кликурами не ну так это инициалы их имен ну просто пиарщица нас когда распределял такая так ты Джей Джей Би ты Джей Би ты это это что с открытым миром не знаю не показывали у тебя есть хаб Прага и ты летаешь по разным заданиям на Sony просыпаться в 4 или там будет пресс-шоу пораньше спрашиваю вас не знаю но по-любому к четырем я думаю если будет пресс-шоу вообще не уходи давай начнем с этого оставайся слушать нас но в любом сне начнется оно точно в 4 будет ли пресс-шоу не будет этого я не знаю это я не знаю пресс-шоу почему привезти пресс-шоу там просто написали пресс-шоу я прочитал так на ходу ммм ммм вот бэклу негодует вообще кошмар какое-то дичайше тухлое 3 говорит в этом году ничего нормального не заанонсили ничего нормального не показали только в воду льют обещаниями кормят я говно беседка слабо особенно в сравнении с тем годом майки ничего не показали юбисофт одни сиквелы на эту тему есть замечательная серия шоуспарк когда стэн везде видел говно ты про нее нормальные 3 очень хорошие конференция майков очень содержательная много всяких анонсов много дат у юбисофт одни очень понравилась конференция чисто эмоционально они очень клевое шоу сделали очень клевые ролики показали а у юбисофт да они показали про и который был очень крутой еще пару роликов и не больше информации про дизонард но я как бы ладно слились но нас еще ждет сон так что я ну и плюс на писи даже писи шоу показала несколько интересных трейлер я не знаю нормальная хорошая е3 ну и на я был батлсилд все таки который как бы ну да батлсилд точно который все хотят купить а мне при при вообще как то не впечатлил меня я помню насколько мне понравился дебютный трейлер ну сиквела который показывали в одиннадцатом году и сейчас прям что-то прям мне понравилось я только не понял зачем они назвали его Prey еще раз я уже это объяснял в прошлый раз Васяну Prey это в принципе игра в которой ну которая ставит свои цели во-первых сеттинг вот планета все внутри внутри которой происходит во-вторых некие концептуальные дикости то есть первый раз это были телепорты порталы и там бессмертие главного героя уменьшение размеров и так далее сейчас это очевидно будет время судя потому что главный герой разговаривал сам с собой то есть это будет какая разница если Prey есть уже игра такая зачем еще раз делать Prey а ты имеешь ввиду почему название такое да если есть игра по имени дума почему делать это все еще мне мне не понравилось то что там знаете вот какие то есть ноты Dishonored да мне все таки мне конечно не стараюсь неприлюдно это не говорить но мне Dishonored мне очень нравится сказал он на 2-3 да да а там прям вот ну вот этот почерк Аркейн я не знаю но он прям вот это не мое что ну вот я не знаю мне кажется наоборот вот тот Prey который вот они тогда показали ну в смысле второй Prey он выглядел ну да там вот этот Bounty Hunter но блин я могу назвать как минимум две игры с каким же самым сеттингом это ну собственно Star Wars Bounty Hunter где то что должен был охотиться за криминальными чуваками и это Oddworld Stranger's Wrath где ты тоже как Bounty Hunter охотился за преступниками ну то есть как не но там просто клево а тут что то оригинальненькое какие то там непонятные эксперименты не сурка и так далее глаз ну да прекрасный глаз ээээ все говорят что Prey типа известное имя и франшиза ну конечно и да но все таки и нет я настаиваю на том что это именно шутер который ставит своей целью делать что то невероятно интересное с геймплеем ну такой как его назвать не инновационный а ну первая часть была вполне себе да и по-моему я не помню точно я когда рассылал статьи в качестве примеров своих работ в 2008 году в частности на стоп гейм тоже отсылал по-моему одна из них была как раз по игре Prey у меня было вообще всего на тот момент три статьи так что там особо выбор небольшой был либо Prey либо там что еще было космические рейнджеры вторые у меня был и и какая-то игра была и третья не помню а третья у моей мамы день рождения спрашивали что за игра была на фоне это был режим Bridge это короче по сути на механике Deus Ex это взлом компьютеров ну вот только вот в такой стилистике это режим он зашит в игру он есть это как отдельная компания и там это такие скорее карты испытаний на самом деле потому что ты доходишь до серверов ты скачиваешь данные потом там начинается обратный отчет и тебе нужно срочно бежать на точку старта откуда ты как бы начинал свой путь там появляются враги и еще что то и в общем то используя механику игровую ты добираешься до туда прости я не то чтобы издевал но я понял я тебя прям утомил да нет это не к тебе относилось чем нам не понравилось стип спрашивает который раз Алекс Ратчет по-моему вполне можно временами погонять не все же юбиком экшен анонсировать да просто в конце хотелось того чего хочется давно типа beyond good and evil 2 а тут опысть типа нет да то есть никто не говорит что это плохой проект но он специфичный просто для тех кто в теме ну так хочется какого-то размаха там эпика не эпика но чего-то захватывающего сейчас так у нас будет let it die посмотрим что это такое вот там уж нас захватят за все конечности действительно а что это такое ну это ты помнишь старенькую игру the club называлась где чуваки бандюганы бегали по крышам стреляли друг друга в рамках реалити игры зарабатывали очки ну ладно может кому-то в чатике это помогло и let it die это такая такое фаршированное месиво с гвоздь бейсбольный бит с гвоздями где психопаты бегают месяц друг друга и зарабатывают очки ну да ну как бы ключевой момент что это вроде делают чуваки из grasshopper да 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 серега спрашивает кто ждет новый гоустарикон но мы уже сказали что в принципе ждем нам понравилось и должно быть здорово то есть по идее такие ограбления в гта 5 да в том то и дело и реально вот ограбление в гта 5 это режим а тут сделали целую игру про ограбление в гта 5 ну это же прекрасно что может быть лучше особенно если действительно хорошо подойдут творчески именно к разделению задач какой-то ну к возможностям с которой можно подойти потому что единственное что меня немножко смутило не показали кроме дрона каких-то интересных вещей или я просто не заметил заболтался ну типа можно стрелять и есть дрон в wildlands хотелось бы чуть 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 больше спрашивают где раздают принца персии из юплея юплея сэнд оф тайм да вот где про и купить оригинальные это не знаю на гоге может быть посмотреть на авито на авито да и по него старфорс если чё по этому страдаете блин я кстати помню что по моему да по моему был такой я когда играл в прейд но тот самый оригинальный у меня временами прям по 1 укачивала вот эти все гравитационные дорожки не был ни у кого такое такого да нет единственное что я помню замечательно из первого прей это когда я на 40 минут залип на одной платформе я 40 минут стоял и не понимал что мне надо сделать я пять раз слетал в ад уже убился я перебил там все что там было в этом аду вернулся а потом я загрузился и понял что у меня не сработал скрипт и портал не открылся это было очень обидно я так и всю голову себе словом м но и что вы ждете издание написали про поводу действительно соус парка на новом поколении но в смысле на текущем но так я просто и хорошо плюс платина конечно что чего где мы ждем спрашивали что мы ждем от конференции сони я сказал что мы наверное скажем это непосредственно перед конференцией сони да ну короче вон да твит от battlefield поступил по поводу сторон конфликта в батле ну и нет да российской империи здесь британцы немцы австроевенгры итальянцы американцы и otoman я не знаю что такое это оттаман оттаманы оттаманы монголы османская империя это вот оно что а ну это да как раз для песчаных этих штучек да по моему есть все кроме русских ну да ну нормально жаловали же что русских там убивали где в колде вот теперь не убьют теперь не убьют да а представляешь если там будут не игровые русские которых нужно нужно убивать режим целый короче раша массакр какой-нибудь который просто не 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 вместо зомби режим или вместо зомби да или просто крипы короче на уровнях будет бегать статичные чуваки ну будут русские Что-нибудь слышно? Спрашивают про тот шутан в стиле рисунков На тетрадных полях Да, он был на конференции Sony Куда ездил Леня с репортажем И я посмотрел Геймплейные кадры С этого шутана Выдержанного Очень стрёмненько смотрится Видно, что игра дешёвая И стилистика под бумагу Это самый дешёвый способ скрыть Нехватку бюджета и полигонов Ну и в целом Но Лене вроде понравилось Ну как бы ему понравилась Чисто стилистика, панки, говно, трэш Блевотина, пулемёты в сиськах И всё остальное, но в целом игра такая Знаешь Очень скоростной Шутан, который как бы Не знаю, смотрится он дешево Мне вспомнился От заката до рассвета Тот самый пистолет А мне Остин Пауэрс и вот эта вот штучка Написано Up next, let it die Как раз Let it die Let it die Смысл добавлять французов Если они будут сдаваться В самом начале раунда Спрашиваю сессором Отлично Всё правильно Чуваки, напомните Как в Metal Gear Соли два тела перетаскивать В четыре часа утра Мозги не работают Присяти действия Жмёшь на что-то И... Жмёшь на что-то Садишься Я не помню уже конкретную кнопку Кнопка Кнопка толчка Как обычно бывает в Metal Gear Action Button Короче, это... Загугли Да не, надо просто трогать Экран, там, touch screen А, может быть Ай, let it die Так, нет, короче Надо будет идти спать Я думаю А через сколько let it die Это невестное, да? Let it die прям сейчас Прям когда? Ну, прям вот сейчас По идее, должен Диснейший Up next, let it die Ага Хорошо Нам надо Извинить название У нас уже не Ubisoft Просто название 3 Ладно Ну и хрен с ним Сладкий дайм Попёр, я посплю Давай И до утра Ну и вам Мы будем держаться Хорошего окончания Конф И приятного отдыха Хорошее окончание Взаим Давай, пока Пока, моя Что там говорилось Про принцип персии Вьюплей дают Но как бы нахрен вам Игры вьюплей вообще нужны Я не знаю Ну, кстати, Келебрыч Мы с тобой очень сильно лоханули Что в дано Не упомянули Юплей и Ориджин Я Ориджин Как-то просто Не стал Да лоханули Не помню Была у меня какая-то причина Почему я не стал их вставлять Но я забыл Вообще Я просто Я больше хотел говорить О каких-то таких Знаешь, штуках Типа там Вот о чем мы и говорили В итоге Типа фейлы Какие-то интересные Еще что-то А в итоге Когда я зашел Только блин А что Ориджин и Юплей Это не фейл Ну, такая история А когда я зашел в комменты Просто оказалось Все хотели Чтоб мы повторяли Лишний раз То же самое Что все знают Про политику Диоси Про продажи Про все остальное Давайте Анонсируем Evil Within Куда делась игра Detroit Quantic Dream Никуда Это игра Для Playstation 4 А конференция Sony Будет только вот-вот Я, кстати, глянул Сегодня сайты британские На которых я диски Обычно покупаю Там Detroit Есть уже В предзаказах Так что я уверен Что на Sony Что-то про него расскажут Ты, скорее всего, должен Дату анонсировать Да, предзаказы Не делают раньше Чем за полгода По-моему Ну так, на вскидку Поэтому где-нибудь Осенью нас ждет Если вот гляну Сейчас я зайду Че тут есть Ну, финал KDOS X Skyrim Watchdog Grand Turismo Detroit вот есть Gravity Rush 2 Какой-то London Heist А, ну это Девиара Слушай, а это не Акир Или Ямаук Сидит рядом с ними? Я не помню его в лицо Но очень маловероятно Ничего он не забыл Погоди, Акир как раз Грасхупер Манифектчер Он же писал Для этого Как его звали Так, господи Как эту игру звали Для Лолипопа Для Лолипопа И для Вот этого Джонсона Господи Как его звали Да, вот я тоже Так, ну Народ Я тут еще нарыл В общем-то На сайте Британском Можно предзаказать Borderlands 3 For Honor Nina Kuni 2 Last Guardian Darksiders 3 Agents of Mayhem Dreams Prey И God of War 4 Ну что-то мне кажется Они просто рандомно Набирали игры Которые когда-нибудь Обязательно появятся И ну предзакажите Че бы нет Слушай, что это Обычно И да, это Ямаоко Который, сука, приезжает В ноябре, а не в октябре Постучи ему В монитор Скажи, что бы Это самое Че, как дурак Спрашивают Про Андромеду Люди, видимо С нами В чешане Сидевшие Ребят, значит История такая Андромеда Ни хрена с ней Непонятно Показали трейлер Который вы можете Разумеется Нагуглить В нашем хабе Stopgame.ru Slash E3 Абсолютно Рандомный набор кадров В Андромеде И мы считали Что игру Разрабатывают Уже слишком долго То есть Ну и Мы пришли к выводу Что видимо Они сильно впечатлились BioWare Ведьмаком Или Не впечатлились Результатами И отзывами На Dragon Age А поэтому Игру возможно Переделывают Адаптируют И что-то в этом духе Ну вот Все что мы Можем сказать Ничего не забыл Ямаоку мерзавец Сайлент Хилл Делать не хочет Да хочет Никто Никто не хочет Делать нормальный Сайлент Хилл Вот в чем проблема Я думаю Он бы пошел Если бы его Попросил Кодзима Ммм Васян Тут респект За то что Узнал Ямаоку Ну да Спасибо Помните По СТС Была классная передача В свое время Узнай Человека Ямоку Не а реально Они брали фотографии И Ну рандомных людей И ходили Показывали рандомным людям На улице Типа кто это Кто это Кто это И всплывали Очень интересные вещи Типа что Пушкина в лицо знают Все До Влатова Вообще никто Знаешь 0 из 10 человек Понятное дело У него же нет инстаграма Но Может быть Да это как бы По-любому Это так и работает Так А что там Ямаоку Забыл В смысле Он в Грасс Купер Манифекчер Работает Это именно Я забыл У Пушкина инстаграм есть? Нет Но просто Узнаваемость людей Там Классиков Она Как бы В школе Не ну в учебнике Есть там Одна фотка Из серии Знаешь В каком Я не знаю В сборнике стихов Условно говоря А как бы А вот У какой-нибудь Кардаши У нее там На фейсбук И еще что-то И еще что-то И разумеется Ее жопу Как бы все знают А Пушкина Не все Спрашивают Как мы думаем Почему Не она Ага Началась движуха Да Ладно Логотип Похожи на жопу Замечательно Тим Кардаши Пирамиды из домов Это так Забавно Мордор Мне кажется Японцы Китайцев Коспле Но в плане того Насколько у них там Блин Ну сразу видно Японцы Разрабатывали Чувак С косой На скейтборде Это Насколько он Так Нормально Замечательно То что нужно Ты по-моему И ведь уже видел Этот трейлер Да Это суть Не новое Что Может и геймплей Покажут После него Ну вот эти кислотные штуки Прям Ну может это только стилизация Бейлера Это фишка Прям вот эта игра Скупер Студии Да Они прям очень любят Эту всю штуку Прибыть Он отвалился Я не знаю Ну да Он наверное Не выдержал Все это Как там Это От духи Японцы Байоминский Инцидент Да Может сабмод Да нет Это же не официальный Какие-то презентации То так Да и вроде Не так много сообщений Да Большая часть народа Убежала Так что мы Без сабмода Посидим Что это было? Что как будто Туалет смыл Да Это у меня Под охлами Езжи В туалеты? Хотя я помню Это по-моему В Need for Speed 2 Можно было кататься На туалете Да-да-да А я такой взял И отвалился Во время просмотра Трейлера И сижу Разговариваю Сам с собой И думаешь Чего никто не переплевает? Да Вы сидите Молчите Думаю Что за напряженная пауза Повисла между нами Спрашивают Почему Не анонсировали Сайлент Хилл Сплинтерцелл новый Нету его Потому что Времени пришло еще Я подумал Да Он нахрен не нужен Ну то есть У Ubisoft сейчас Очень много проектов Все чем-то занимаются Ну А маркетинговое пространство Как бы ограничено Вот Ну и не Сплинтерцелла Как-то Еще сделают Целл Целл А не цел Ну прости От тебя еще не было Когда мы Даунуфор обсуждали Так А кто тебя сейчас Слушает этих ребят На самом деле нет Мы так просто Под них сидим Их косплеи Я отходил Ко мне Тут опять налетели Твари Давно фварда Говоришь Давно фварда Говорят Новость появилась Что будет везем На соне Где новости Кинти Пожалуйста Сейчас Сейчас погуглю Да это все такие Знаешь Новости Не появляются Часть Ваши Даже Я их даже не читаю Ни одну Почему Почему Старик 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 Уууууу Ууууу 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 Так о чем мы Не знаю Не знаю Мы потерялись Где-то Да Сонно Пошел Геймплей Как раз Судя по всему О Ништяк Они просто Показывают Боевую систему Но уже неплохо Но она пока что Не заставляет Вырвать Глаза Из глазниц Хотелось Такую боевую систему Что отыграешь И прям Глаза Киллер Киллер Собственно Собственно Киллер Мой Мой Так я по этому И говорю Я просто не помню Как называется Ну там же Хотелось Вырвать Себе Глаза Так не себе А другим Такую боевую систему Другим Хотелось Вырвать Глаза Мы просто отключили Чтобы было Что отыграем О Найс Да 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 Это Первый раз Мы Реализируем Глаза Господи Что за говно Ездить за окном Я думаю Это автомобиль Да тут даже Проезжей части Нет Ты понимаешь Это Крабочем Естественно Ммм Лев Длижайшая конфа Спрашивает Когда будет Длижайшая конфа Будет через 2 часа Если я ничего не путаю Это будет Сони Длижайшая Главная Последняя Да Последняя Для нас По всякой Ключи Мне нравится Как вообще Работает чатик Мне кажется Что идеи Сами как-то Генерируются Из воздуха И начинают Распространяться И распространяются Чем они Более абсурдны Тем более Агрессивны Кстати Вася Ты знал Что Синзимиками Ушел Из танго Геймворкс Откуда эта информация Пожалуйста Просто из наносферы Свалилась Человеку В голову Озарение Так О чем мы еще Когда полка истины Выходит на PS4 Когда именно Не говорили А не сказано Ничего О чем полка истины Ну потому что Полка истины Тоже выходит А в смысле Там переиздание Да Будет Причем Как сестра Ты на халяву Получишь ее Вместе с покупкой Второй части Понятно А там интересно Опять будет Какая-нибудь Европейская Зацензуренная Версия Может быть Вообще Не хотелось бы Вам не то Чтобы много Зацензуренного Ну то есть Там так Объясните Пожалуйста Хоть немного О чем Речь Не все понимают Английский А знать Очень интересно Блин Ну блин Ну 5 утра Очень тяжело их слышать Ну ладно Я попробую Тем более с акцентом Нет там вроде переводчик А Ну переводчик Это точно акцент А есть И так Последний Впоследний Субтитры Субтитры А Нагайго А Нагайго Кайно Это Балент А Вдохновении с мадмаксом потому что вокруг постапокалиптический мир именно поэтому из людей сипятся монетки попутно тут хожу листаю наши всякие вещи мониторича в общем народ пишет что происходит в округе в округе в шоке шоу суда информационная шума в киеве поймал на то я помню как мы с тобой в кельне поймали волна да 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 там словили прозвольную дырма не дадут карты в киеве о чем мы о чем мы спрашивают как там сериал проповедник заходи на кинологов все рассказываем не пропускай кинологов чтобы знать ну да ты сообщи хотя бы вдруг человек даже не знает что это такая здесь сейчас он как он сериал проповедник сейчас просто онлайн лучше чем у нас на кинологе а да ребят мы про кино много рассуждаем по воскресенье в 15 часов и мы сказа ходите отвратительный я неотвратительные пацаны разбираем скриншотики рассказываем первых историй и вообще стесняюсь самое пиар самое пиар в 5 утра самое пиар на том же канале а чем еще заниматься в 5 утра логично да продолжение каких игр вы хотели бы видеть ну то есть фактически какие анонсы вы ждете тот же самый вопрос реймона хотел но не получил что там у нас sony должны показать потенциально вообще что мальчик да но не хочу хочу извините ну наверное но в принципе могут показать дополнение для uncharted да мне кажется чуть-чуть рановато чуть-чуть они скорее его покажут знаешь где у нас этот playstation experience ближе к концу года ну тоже вариант еще так поздно если поздно игра я думаю оно должно выйти уже где-то в токе uncharted вышел когда в 10 мая 10 мая прошел всего месяц то есть если предположить что они работали над игрой до релиза ну то есть за месяц сделать хоть что то что можно показывать да сценарий еще не напишут не я говорил на момент выхода игры они еще даже не думали ну не работали над дополнением поэтому это самое так эйс комбат 7 все пророчат саням но может быть только мне это ни о чем не говорит к нечестному эйс комбат анонсировали же недавно ну то есть как бы он разрабатывается и показали трейлер по моему на ps experience для виара он для виара он был не помню про виара ну как бы самолетики легко под виар подделываются ну да сони могут показать спайдермена от сакер панч а че есть инфа что сакер панч делает спайдермена я впервые слышу не знаю сакер панч скорее новый инфомас тогда потому что переиздания же будут я удивился но вообще просто слишком правдоподобно потому что реально инфомас сакер панч спайдермена ну прям очень похожи я не удивлюсь если им действительно доверят они могли бы сделать ну как минимум пристойно я действительно пристойно ну могли бы вот инжастис не показали нигде поэтому он плавно перетекает на конку сони априори я прям уверен а тем временем некоторые люди пытаются спровоцировать нас на обсуждение книжек декабря но кстати это то на второй и социального услышал что такое не то чтобы я его жду но вообще я не знаю что я говорящий головы так что я наверно куда нибудь чем зайду давай я очень сильно уверен в том что коннект действительно два будет просто потому что его до сих пор первый не раздали в ps плюсе а если его не раздали в ps плюсе значит он продается но я рассуждаю так я могу быть неправ но кстати вот сейчас они анонсируют второй и скажут а первый в ps плюс ну типа того я тоже вот вот в таком духе рассуждаю видимо все таки какой то профит он особенно старте принес так все включить давайте еще раз подумаем резидент ивол его вызов в принципе это да и грант вызов у меня выигран там кастет так что можно с ним как как дурак сама то сейчас как дурак наверно побегать давай будем это заговаривать конференцию и sony чтобы анонсировали классно просто вот чатик пишет все разное прикинь вообще ни одного совпадения на десять сообщений да я вижу тоже причем пишут даже то чего у меня нету типа doom вот в списке вообще не было ну окей сидж которого у меня на плойке нету ведьмака точно не буду потому что я его сейчас сам прохожу и мне аааа такие игры не для стрима а вот да ты как раз про ведьмака а дальше он сидит project red сейчас про квинт наверно затирать буду наверно ну а как бы там вроде все уже правила знают так что разве что да все уже на бетку срегистрировались разве что откуда карточки доставать а остальное пофиг покупать не на смысле как именно образом там паки будут или там я не знаю еще по-мужски вещи где у меня пройденная кума вот она 21 час это оно давай только не сначала или сначала со сначала или со второй главы просто первым там такая ну первое вообще без экшена да давайте со второй и ставлю обычную уровень сложности что прям вообще изи пизи а между тем на твиче следующими пойдут cd project red да я это говорил я еще сказал что квинт будем обсуждать а прости я отходил в иной мир в иной мир да на балкон воздухом подышать microsoft а ну да прожить скорпио сони будет через 2 часа да поэтому держите пацаны денег нет но держите что возникает огромный восторг по поводу этой игры потом садишься начинаешь разбирать и понимаешь что перспектив у нее не так уж много чтобы стать каким-то супер хитом 10 из 10 а знаете как она будет на русском называться горизонт ноль рассвет горизонт нулевого рассвета ладно это шутка переводчики долго долго ломали голову как ее назвать и в итоге игра будет называться horizon зеродон серьезно на русском одно слово зеродон но мне кажется что горизонт нулевого рассвета это прекрасно да неплохо и броку ты думаешь анонсирует продолжение оригинальной идеи я абсолютно уверен что если будет продолжение дмс оно будет оригинальным а не вот в новой стилистике но что в этом году не факт намек сильно мало нужно больше намеков на резика должны анонсировать на Sony да на резик намеков больше вот говорят что у Deep Silver запланирован большой анонс на EA а нигде не сказано что у них будет конфа значит на EA на E3 простите значит возможно позже нас ждет анонс как бы вне рамок конференции тоже что-то анонсируется уже да пусть Килибрыч много игр хвалит и говорит что хочет поиграть но когда релиз этих игр он сливается да он вообще в игры не играет мне вообще в игры не играют да я просто мне я трейлеры смотрю и говорю что мне нравится потому что я вот вот смотришь трейлер блин и он красивый и он нравится все че еще надо чтобы захотеть поиграть у вас был перерыв нет у нас не было перерыва никаких мережателем майкой и майками только были да мы не стремили днем наш килибрыч пропадает иначе у нас не было перевозки у моего интернету уже кончаются жизненные силы не то что у меня Уже был слив ADMC5 Килибро Ну блин, ребят, прекратите верить всему Что вы видите в интернете, честное слово Про Evil Within вам был слив Но что-то пока пока ничего И скорее всего ничего не будет Не, про Evil Within по-моему не было слива Был бы просто Почему? Был же По-моему просто много намеков Нет, там даже написали же новость Этот GameSpot, не GameSpot Ну короче, какой-то такой сайт Что типа вот будет Ремастер Skyrim'а Будет Wolf Типа будет Quake Ну и в чем-то попали И даже не то, чтобы Quake А скорее ремастер Skyrim'а Вот эта вот вещь, которую меньше всего Как бы ожидаешь Так что Не, ну Evil Within еще не теряем надежды Нет, конечно не теряем, да Но верить вот в эти вот слухи сливы Поменьше Килибро Может тебе лучше летсплейчики смотреть Играть не нужно Смотришь и думаешь о том, как тебе нравится Не, блин Ну то есть я вообще Вот чё-чё о летсплейчике я не понимаю Потому что в играх очень важна тактильность Прям По-моему Девяносто процентов игры Делается то, как она управляется И если она управляется как говно И ощущается кривовато Тогда все Почему, на мой взгляд Uncharted Стала настолько легендарной серией Именно потому, что там невероятно управляется персонаж Я когда за вторую часть сел А я сел за нее в этом году Я дико забалдел Просто от того, что Насколько плавно и хорошо И все Анимировано И перетекают друг к другу А в четвертый Не играл еще, да? Да какой там? Я во второй знаешь где Я только что посмотрел Как его из тюрьмы вытащили Ну то есть В самом начале Там прошел То есть Лои еще не убили, да? Нет Лои его? Лои его, да Лои его Лои его, по-моему, убили уже Да Как хорошо, что я не боюсь А я вот и хочу новый Red Dead Redemption Говорит нам Алехандро Ну все хотят Мне кажется, что Rockstar ничего на Е3 не анонсирует Потому что Rockstar обычно Все свое анонсирует где-то там сами у себя И Е3 слишком для них Мейнстрим Ну да Ребята, а какие вы любите салаты? Цезарь Да, Цезарь крутой Еще хорошее и гнездо глухаря А какое самое вкусное блюдо, которое вы ели? Все, что с мясом, короче Все, что с мясом Вся эволюция человечества Была нужна только для того, чтобы придумали бургеры с Фрайдейс Ты сейчас обидишь веганов И горжусь Пускай обижаются Заденешь их веганские чувства Охрененная новость Ну в смысле новость отвратительная Но просто Есть в ней что-то кармически правильное Тфу-тфу-тфу Женщина-веган Кормила ребенка грудью И он умер от нехватки витаминов То есть, как бы, блин Это очень хреново Но, блин Что-то в этой новости есть Простите То есть, да, это такой, это очень жестокий урок, но Значит, агент, говорят, интригует Но вот действительно, агент намеки были какие-то Вот это то, во что я бы, может, еще поверил Какую игру вы хотели бы реанимировать? Бургеры или даже Робасов, но О, Господи Иисусе На Twitch только что пришел Да Как его зовут, Солд? Я тоже забыл что-то Гон, Гон, ночной Гон или как там Да, из Дикой Охоты, короче Он и есть Дикая Охота Ну да, вот, вот Дикая Охота пришел Играть в Гвинт на стрим Ну ладно Ну ты где, погоди А, лоу, сейчас Сейчас, ребят Причем, чувак Ну, он как бы в броне большой Но он, по-моему, и без броней дохера большой Опять Юштейна пишет Давайте посмотрим немного на Гвинт Я прошел как раз главу Я помню, что Солдно-то показывает Смотри, теперь надо три карты менять, а не две Юштейна говорит Алло, уже как бы говорилось, что Рокстар едет на Этри Санонс Ребята, да никто ничего никогда не говорит напрямую на такие вещи Ну, что вы че, по-моему, где ты говорила Что, блин, это у вас тоже происходит Да, у нас тоже По-моему, это восьмидок с два опять начались Со взломом всего Стример Луханат Ребята, если я не читаю ваши вопросы, например, про ждем ли мы годов вор То мы не знаем, что они, да, то мы отвечали на все вопросы уже тысячи раз Уже сегодня даже, и уже в течение получаса даже Так Хотел бы я огляну во вторую часть Юлл Визин, причем так сложно не сбалансированный Да Главное, что была вторая Визина, а остальное порт Я бы все-таки хотел, чтобы они проработали получше Баланс все-таки какой-то был Знаешь, вот если выбор такой Что, типа, они анонсируют Илл Визин 2 на конференции Sony, но при этом Аккума будет несбалансированным Либо они анонсируют Илл хрен знает когда, и Аккума будет сбалансированной Я готов, чтобы она была несбалансированной Я уже прошел через это, меня уже не сломит И даже готов, чтобы там была вагонетка Да пошел ты Да пошел ты Вот Поехали опять Килибро, был слив, что на конференции Sony анонсируют мультсериал про трех парней, на которых выпадают пришельцы-персонажи из классических игр Как вы думаете, какова вероятность такого слива? Да, да, да Ну если только мы что-то анонсируем во время конференции с похожей концепцией Да, сами такие Да, ребят, ну я поехал Куда? Куда? Куда мы поехали? Куда? На Е3 А, я думал ты как Леня, я уже не пугай меня, чувак, я спал за последние трое суток всего Да, как тогда Аккуме такой, ну ладно, всем пока, я пошел Ну да, я просто комментарий чей-то прочитал, ну извините Не, я на самом деле вообще под речком, я сижу на кухне, я только что поел, но вы наверное могли это слышать, я пью кофе Я уже рано умочил, а я уже нечего дома Пиццу что ли заказать в прямом усиле? Плохая, говорю история Ну да Shadow of Mordor 2, кстати говоря, и вот эта игра точно, которая появится рано или поздно, может быть даже сейчас Если прям совсем оговорить о каких-то черных лошадках Черных лошадках Да необычно темные, а не черные Ну, я не российский просто. Блин, мне кажется, могли бы растянуть на весь экран и вот без этого пендрёрничать. Так, вот прекрасный комментарий. «Келегро был слив, что почти все сливы херня». Как говорил товарищ Сталин, нельзя верить всему, что пишут в интернете. «Сложно, да, в 5 утра?» «Не, нормально, я понял». «Просто не смешно, все хорошо». «Тихо, музыка, конечно, не смешно, это правда». «Джибах Джин, тебе говорят, Вась, заказывай». «Да, Джибах Джин закрыт еще, а вот Папа Джонс открыт вроде». «Наги тут гласуточная работа». «Джибах Джин, я уже вижу человека, который написал нулевая работа с чатом, можно я забаню?» «Важно». «Ну, в итоге понял, что не нулевая работа с чатом, наверное». «Ну, как бы да, не нуля, единичка такая». «Так, что-то...» «Блин, меня поправляют, это Ленин, говорю». «Ну, извините». «Проверяй информацию сперва». «А вдруг Beyond Good and Evil 2 или новый Рэймон появится на Sony конференции?» «Нет, давайте на Sony появится Evil Within, а?» «Ну, типа Beyond Good and Evil и Рэймон — это такие статусные проекты для Ubisoft, поэтому они бы их точно себе оставили». «Может, не могли кому-то отдать». «Мммм...» «Вообще, кстати, знаете, чё интересно? Вот хороший комментарий меня... Комментарий подтолкнул меня на интересный вопрос. «А Кадзима придёт на Sony?» «То есть, скорее всего, ему показывать нечего, но он может выйти, помахать руками, сказать пару пафосных слов, показать Sony демочку, например». «Он скажет, ребята, я определился с движком». «Кстати, никому не показалось, что этот их новый чувак без шлема, ну или там с половиной шлема похож на Нормана Ридуса». «Мне кажется, это не показалось, это факт». «Ну, то есть, прям стопудово. Очень похож». «Ну, то есть, в итоге, я не удивлюсь, на самом деле, если Кадзима придёт и объявит Silent Hill, что он просто будет». «Ну, из этого по-другому». «Ну, блин, да. Фак. Какая разница, как называется?» «Какая разница? Главное, чтобы это была та же самая игра, хоть они...» «Вот реально, назовёт её «Алисон Роуд», я так заугарил вообще-то!» «Потому что они же отменили, закрыли свои...» «Слушай, а давай эту, теорию заговора, до конца докрутим. Вдруг Элисон Роуд, это и был Кадзима». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вдруг, вообще, Кадзима сам спровоцировал закрытие, я не знаю. Может, многоходовочка была». «Отрудно, Кадзима открыл Konami, только чтобы потом оттуда уйти ради пиара своей новой игры». «Не, подожди, но он не открывал Konami, давай что-то более правдоподобное. «Не, он открывал, может». «Не, потому что вот когда он разрабатывал игру, он понял, что его выгоняют, и он использовал ресурсы Konami, чтобы соединить кучу всего, пропиарил Silent Hill, чтобы уйти и создать игру вот свою». «Причем лично продюсировал, короче, четыре последних Silent Hill'а, чтобы показать, что серия в упадке, и что вот он приходит и её возрождает». «Вот, вот, это хорошо». «И чтобы вы знали, это, короче, слив, который нам передали». «Да, конечно, у вас есть один знакомый инсайдер, профессиональный». «Кадзима говорил, что новый проект заинтересует игроков The Division, и я очень скептически настроен, говорит, кто-то укладывает». «Ноооо!» «А может, они такие, знаешь, вот игроки за Division просто посмотрят на проект, да, проект лучше, чем за Division» и «Лотка». «О, не факт, Кадзима уже показал, что он не совсем умеет обращаться с чужими концепциями, поэтому хрен на это ведёт, не повезёт». «Он же Фантомный Бори так анонсил через какую-то левую студию, Кадзимушка». «Да». «Ну, был дело». «Ну, там, когда вы считали, очень сложная история со мной». «Да, мы когда с теориями заговора, тогда там дошли до того, что не увольняют Кадзиму и всё это пиар, но его же уволят». «Моя любимая теория заговора была, всё ещё пиар. Моя любимая теория заговора была про чувака, которому голову пересаживали. Вот это было великолепно. Мне жалко, что всё говном оказалось полным». «Ну, блин, там так сходилось, что, блин, ну могли бы уже и это самое. Просто по приколу согласиться». «Что за кулак вообще началось с пересадкой мозга?» «С головы. Ну, то есть, реально, ты погугли, пересадка головы. Есть какой-то учёный, действительно, действительно похожий на того учёного, который играет в Metal Gear Story 5 персонажа. Прям очень сильно. И у этого учёного есть безумная теория. Он придумал какой-то гель, который сращивает нервные окончания и передачу нейронов по синапсам и так далее. Ну и, короче, он настаивает на том, что он может устраивать пересадки головы. И некий русский программист, у которого, ну, какая-то болезнь сродни, там, физику, Хокингу, какая-то болезнь сродни Хокингу, русский программист согласился на пересадку. Ну, окей. Ну, окей. И в итоге что-то не пересадки, ничего. Нет, они же сказали, что они там подготовительные какие-то этапы, что-то проводят, что-то типа там. Уже сто раз они дедлайн прошли. Не, по-моему, 17-й год был. Нет, где-то да, дедлайн не прямо на носу. Нет, с насчетом готовится на долг. Нет, дедлайн как раз был где-то в 16-м, по-моему. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не. Там, по-моему, 16-й год был записан, мол, типа, я должен всех убедить, всем доказать и прочее. Ну да бог не, что-то реально. Ну да бог не. Васян, что-то там, это... Чем? Скучно довольно, они играют в Гвинт. Ну... Так что, может, наверное, возвращаться, показать мне, что ты там хотел. Да, сейчас покажу тебе, что я хотел, пока они скучно играют в Гвинт. Так, главное меню сейчас. Персона 5 кто-нибудь ждет. Ну, те, кто мои прошлые четыре, я подозреваю. Ну, у меня была мысль поинтересоваться, что такое персона, но мысль не ушла дальше моей головы. Которую тебя не пересадили. Так. Вот, смотри, Макс, вот если мы... Я не знаю сейчас, насколько у тебя быстро это появится. Не, у меня долго, у меня ты сейчас вот только в меню вошел. Ага, понятно, но там не так долго, на самом деле. Вот, смотри, я дошел до одержимых тип А. Ну, то есть обычные чуваки, которых ты встречаешь в первой деревне, да? Ну, как бы, ничего особенного, знакомые все рельсы. Смотрим одержимые тип Б. Тоже, в принципе, знакомые какие-то, ну, там, священники, чувак там с винтовкой. Ну, тоже мы встречаем их там во второй главе или типа того. Смотрим одержимые тип С. Тоже в деревне встречаем, вот доктор, из которого ключик достаем, полицейский, который, ну, вначале нас пытается убить, невидимки, все как бы знакомое. Смотрим одержимые тип Д. Чуваки, которых мы встречаем там вот строители, строители, точнее, всякие люди, которые в городе, короче, попадаются. Ну, все знакомые, да? Теперь одержимые тип Е. Вот тут как раз пожарные, чувак в маске этой судной ночи, короче, копы с автоматами, тоже все знакомые. И некий... И вот тут появляется одержимый тип Ф. Скажи, вот кроме Рувика, ты хоть кого-нибудь из них, блин, видел вообще в игре? Вот как бы старушка с зонтиком, шахит вот этот вот, тёлка с этими... с когтями Фредди Крюгера. Вот ты хоть кого-нибудь из них узнаешь? Мы как бы на Акуме с тобой прошли на максимальной сложности, мы должны были видеть их всех. Я... Я вот что-то смотрю и вообще их не узнаю в игре. Ну, да, что-то я тоже не припоминаю. Вообще впервые вижу вот этих чуваков. А вот с Рувиком, который чуваки бегают, не... Ну, вот Шахиды я вообще не помню нигде. Он же должен быть как особый какой-то враг, он должен как-то сыграть вот этой своей... Я его не помню абсолютно. Ну, вот его, да, вот девочка, у меня такое ощущение, что что-то на меня такое напрыгивало в уровне, где Рувика ты, по-моему, первый раз встречаешь, но когда на обычной сложности. То есть, это там, где город рушится, разваливается. Ну, вот я, если честно, не видел. Бабку не видел, вот Шахида точно не было. Ну, Шахида тоже. А вот с молодым был. Чатика, господа, тетка с когтями была в Акуме в конце на арене. Значит, сейчас тип в битве с Рубиком был Камикадзе с бомбой, я так понимаю. А Шахид, где деф-автобуса, походу, был, говорят. А, вот у сейфоголового в DLC еще может кто-то попадает. Не, это до DLC, это не считается. Никаких DLC, это до DLC все было. Ну, вот я их вообще... То есть, как бы если те я смотрю, ну да, я знаю этих чуваков, вот этих я вообще не помню никого. Ну, Шахида точно не видел. Да. Вот. А еще мне вот интересно. Вот тут есть, как бы, пушки. Ну, то есть, револьвер, дробовик, снайперская винтовка, полуавтоматический пистолет, которого, по-моему, в игре ты, как бы, сам пострелять с него не можешь, кроме той заставки, где у тебя главный герой стреляет. Магнум, хорошо. А вот этот автоматический пистолет, это вообще откуда? Вообще я не вижу. Ну, вот этот вот автоматический пистолет, он чей? Я не помню его нигде. Ну, двухствольный дробовик, это вроде какой-то, ну, стартовый набор там за предзаказ, окей. Мощная снайперская винтовка, где она вообще была? За что ее дают? Там что-то дают за сбор всех карт. У меня все собрано. А ты уверен, что ты его подбирал? В смысле, оно где-то валяться должно? Их же изначально тебе в инвентарь дают и автомат, и гранатомет. Но некоторые не дают. Снайперка, по-моему, лежит как раз вот там, где-то рядом с этой картой, которую ты собираешь во сне. Ну, и в этой больнице. Да, какие-то вещи их подбирать. Потому что кассет же, по-моему, надо подбирать. Нет, не надо, он сразу у тебя летит. Нет, не надо. Ну, короче, я помню, что я где-то читал, я просто когда прошел, я уже забил, мне не надо было возвращаться и подбирать это все. Но надо... Вот что-то точно подбирается, насколько я помню. Сейчас я проверю насчет снайперки. Пускай нам там, если что, тщательно пишут. Они валяются там, где стала карта. Ну вот да, да. Ну ладно, окей. Хотя я вроде туда забегал и смотрел на собранную карту, и ничего не валялось, ну окей. Ну там рядом, по-моему, на столе или в какой-то коробке лежит что-то такое. Ну классные, блин, эти вещи. Без гайда не найдешь еще. Ты без гайда не найдешь все куски карт, а потом без гайда не найдешь награду, блин, за эти куски карты. Ну это нормально, ты блин, это еще хрен с ним, это такой награждающий предмет. В Dark Souls и хрен в DLC попадешь. Это ж вообще писяц. Ну в первом, да, там проблемно немножко попасть. В DLC во втором вроде получше с этим. Между тем с нами еще две с половиной тысячи людей. Это вот та самая... Да. Две с половиной тысячи, те самые, которые были вчера. Скорее всего. Ой, я только сказал и сразу такой 2633. Прям вот полтинничек налетел, даже чуть больше. Как нам пиратская озвучка The Evil Within, понять не имею. Ну да, там какой-то пират. Ну я-то на плойке играю, я не знаю вообще как оно там. Я не могу ее поставить. Не то, что фен тебя просят тряхнуть. Что? Тебя просят тряхнуть. Чтоб ты не спал стариной. Не-не-не, я не сплю, я тут. Я живой. А я нет. Ты знаешь, чей ответ. Я что-то замолчал такой, и я прям умирать начал. И вот мой фен, кстати. А в Bloodborne сложно попасть в DLC? Нет. Ну то есть доходишь до викария Амелии, убиваешь ее, приходишь в сон, тебе дают предмет, возвращаешься в соборный округ и... Ну ты сам до этого догадался? Нет. Не, невозможно догадаться. Там, короче... Не, а там же, во-первых, это, да, фиг догадаешься, а во-вторых, там к DLC, по-моему, везде, где только можно было, короче, они писали, как туда попадать. Ну вот. Просто я к тому, что, ну, несмотря на то, что пишут, но писать приходится, потому что хер, попадешь. Ну нет, просто на самом деле, просто много времени потратишь, если, ну, придется тебе все локации оббегать, если хочешь что-то найти, как попасть. Не, понимаешь, а в Bloodborne ты же и не найдешь, потому что за деревом спрятанная хрень собачья вот эта с рукой, ну, с амигдалой как раз, которая тебя дергает, она же там есть всегда, и как ты должен догадаться, что нужно очередной раз туда попасть, это просто анатомически невозможно. Не, ну, как бы, зная, куда идти, в принципе, слова из описания, по-моему, как раз вот этого глаза, они намекают, что, типа, вот, туда подойди, я уже точно описание не помню, поэтому конкретно описать не могу. Я понял, это, у меня сейчас включена не та сохраненка, тут не собрана карта. Ну, да, у меня то же самое. Не, у меня есть сохраненка, где собрана карта, просто я не... Ну, у меня тоже, но у меня аккума пройдена на другой. Ну, да, но у меня есть и та, и та, и я могу и ту... Ну, я вроде на той подходил к собранной карте и не видел ничего, ну, ладно. Пойдем дальше просто, да. Так, у нас еще есть... Фен так долго молчал, что я с бросанием в филиал кинологов попала. Филиал, блин, ребят, мы уже филиал. Да. Ну, вроде бы неповторимый оригинал. Филиал по времени, я так понимаю. У Фена, как всегда, запоздалый и очень скучный комментарий. Гой, сирену все говорят, не все. А, она, по-моему, не скачалась еще. Блин, Васян подорвался на мини и не умер, это так прекрасно. Да, не говори. Да там еще и отнялось-то, господи, блин. 50 раз еще можно подорваться на мини. Да, прекрасная игра. После Акумы, да, она прям начинает играть новыми красками. Фен, ты умеешь танцевать, как пингвинчик? Очень осмысленные вопросы в чате. Нет, не умею. Научись. Очень осмысленные ответы. Мне даже любопытно, а как танцуют пингвинчики? Ну так, в разные стороны ножки. Посмотри «Делай ноги» от Фрэнка Миллера. Да. Вот там танцевали пингвинчики. Можно от Джорджа Миллера? Конечно, конечно. Я не спал, все хорошо. Все нормально. Я себе просто начал представлять «Делай ноги» от Фрэнка Миллера. Это когда ты убегаешь от него? Нет. Это когда, знаешь, пингвин с оторванными ногами. Там что-нибудь такое. За то, что плохо танцевал. За то, что плохо танцевал. Да, при этом он работает в борделе, в каком-нибудь таком. В черно-белом борделе с красными занавесками. Да. И его сутенер – это огромная косатка тогда должна быть. Черно-белая косатка, что очень важно. Как раз такая. Я прям представил. Был ли стримс, где Вася проходил визин за 5 часов. Был же паунт. Да, конечно. Мы вместе с тобой проходили. Откуда Вася скачивает сирену? Спейс-стор. Ну да. Вроде логично. В плойке много места, откуда можно скачать. Медвел торжествует. Говорит, вот таким простым вопросом я запустил бордель с пингвинами. Запустил. Запустил, в смысле, ты его стартовал или запустил, в смысле, потерял контроль? Стартап бордель с пингвинами. Отлично вообще. У меня есть гениальный бизнес-план, знаете. Мне нужно финансирование. Побили ли мы рекорд прошлого года по просмотрам? Нет, но я думаю, что это не наша вина. В этом году просто конференции сильно размазались. А вчерашний я, вроде бы, был до хера. Но у нас рекорд, по-моему, был 11, а на яблок 9. Да. Да, все правильно. Какими так. Или, по-моему, у вас было 14, а на яблок 11. Или, короче, у нас было 120 тысяч, а в прошлом году было 124. Тоже вариант. Да, Макс, когда ты долго не спал, обезвреживать мины становится тяжело. Джестер Сафир задает великолепный, потрясающий, удивительный вопрос. Какие у вас любимые фильмы, ну и какие, или какие больше всего запомнились? Заходи к нам в воскресенье в 15.00, поговорим. Вот Килибро обещал, что будут отвечать на все вопросы, а вот половину пропускает, которые ему неинтересны. Но не забывает про остальных членов стопгейма, про чат, ждущий ответ на вопрос. Килибро обманщик и не Мегамен, а бидка. Я пропускаю вопросы, которые, ну вообще, ни к силу, ни к городу. Не то, что мне лично не нравятся, а просто вот это самое. Ну, типа, давайте так, я буду читать вопросы, которые я не хочу читать. Блин, ко мне опять... Как вам, Пратчер, читали ли вы что-нибудь из его книг? Вот вопрос, который я не хочу читать, например. А, я думал, это, который Лара Крофт писала. Нет, батька, батька. Фен, скажи, когда будет три в одном, тоже вопрос, который я не хочу читать. Понятия не имею. Я не... Тихо, не реагируй на него. А, ну да ладно. Народ, что думаете про анонсированный бокс? Это который несли, а мощный X2. Тебя с нами не было, видимо, да? Зря, зря. Ждать ли нам стрим по Шерлоку? Вот, клевый вопрос. По-моему, нет. Нет. Я не знаю точно. Багатья, а кто делал? Саша? Да. Но стрим не намечен, если что. И вряд ли... Да, да, в расписании не было. Не было в расписании, не было. Все правильно. Макс, а не помнишь этого мазохиста можно убить тоже с кастета с одного удара? Я не знаю. Я с кастетом что-то не помню вообще, что бегал. По-моему, можно. Попробуем сейчас. По-моему, все равно не ваншотит, что-то теряешь. А, можно. Очень клевый вопрос. Смотрел ли... Почему-то мне лично Килибро смотрел бы DSM порно. Смотрел одно. Это то, в котором снималась Кэмерон Диэс. Вот. Ну, там не порно, она там стоит и плеточка кого-то хлестает с голыми сиськами, но нормально, она там как раз лет ей 18 примерно. Хорошо. Ну, то есть, это звук клавиш от свода. Я купился резиновый клавиатор. Чем она отличается от обычной? Не знаю. Не знаю. Не, на самом деле, шучу, ничего. О, наконец-то, наконец-то, эта тварь обожглась, а лампочку и упала. Не жрёт, сука, вторая уже есть. Блин, как они задолбали-то, а. Блин, она так бесится, как будто чувствует, что вот её сородич тут погиб и... Вы знаете, кто такой Боб Бёрнам? Это стендап-комик какой-то. А что? Ну, просто спрашивают, как нам новый его спешл, и я решил задать вопрос издалека. Ну, мы не особо увлекаемся стендапом иностранным. Сега не хочет ли устроить свою конференцию? Ну, как видите, не хочет. А ты что, спросите у Сеги? Сега уже, по-моему, вообще ничего не хочет. А в САП Оби-Ван спрашивает, как похудеть? Ну ладно. Васян, давай. Как набрать массу? Какой спортзал? Занимаешься. Три раза. Как набрать массу? У меня есть в неделю. Не, главное жрать. А как похудеть? Главное, жрать очень мало, но очень часто. То есть, ты, ну, это тяжело, особенно если ты не дома, например, работаешь, но вот реально ты садишься, и вместо того, чтобы поесть досы, ты сначала берёшь одно блюдо, например, на обед вместо двух, а потом ты берёшь половину блюда, и потом треть блюда. И когда ешь раз в 12 в день, ты реально дико худеешь, и это связано с тем, что пищеварение – это очень ресурсозатратный процесс, и когда организм переваривает еду постоянно маленькими порциями, он тратит гораздо больше калорий, чем получает, ну, плюс-минус так. Ну, там ещё надо, по идее, при этом заботиться о том, чтобы ты жрал нежирную еду, ну, если ты хочешь быстрее, то, разумеется, ещё надо заниматься спортом, и суть в том просто, когда ты жрёшь мало, но часто, организм понимает, что его кормят постоянно, и он перестаёт откладывать жир. Ну, логически, да, плюс-минус так. Это работает, действительно. Я как раз отойду, наверное, на пару минуточек, сейчас вернусь. На пару минуточек, наверное. У нас тут Джон Бёрнинг благодарит, говорит, с нами уже пять лет, спасибо вам за всё, так редко попадаю в эфир, и очень хочу отблагодарить. Спасибо. Смотри на здоровье. Да, всегда рада, всегда рада. Клебровый, ты говорил, что тебе надоело творческая работа, и хочешь ходить и не париться, а что будешь делать, если опять захочется творческая работа? Я прям тогда же сказал, надо всегда дифференцировать работу, задачи и вообще. У меня сейчас, ну, сейчас скажу сколько, три, не, четыре источника дохода разных, и, ну, между ними можно переключаться в зависимости от того, на что больше настроен в данный момент. Вот, программирование, то же самое, просто будет пятый источник дохода и фрилансовый такой, скорее всего, я надеюсь. Что в последнее время мало игр про магических тварей, говорит Баклу, а вообще их в целом мало. Не думайте, что пора возрождать этот жанр? В каком сеттинге вы хотели бы игру про вампиров, оборотни, любую другую нечисть? Да вон, вампир сейчас будет. Да, мне очень, мне очень понравилось, я не смотрел, правда, еще, но аниме какое-то есть, название которого я забыл, где про вампира, одновременно доктора в Первой мировой, и, блин, такая благодатная тема, вообще интересная, клевый сеттинг. Да просто, типа, вот, час мало, это же все, оно как-то, оно как снежный ком, одни выпустят какой-то шедевр в каком-то сеттинге, и все начинают в этом сеттинге херачить, и вот пока шедевра в другом сеттинге не выйдет, никто не переключается, зомби уже осточертели, сука, они везде, они, блин, в колде, что за говно? Не, они уже пошли на спад, все-таки зомби уже, это самое, они заняли свою нишу в мировой культуре и ушли, в более дальний ящик. Да не ушли, они еще задолбали, реально. Кто? Ну, они не ушли, но они уже на спаде. Зомби. Хотя и Волвозен тоже, по сути, про зомби, но это отдельная херма. Я тут, короче, сейчас пока в туалет ходил, в нем... Время охуительных, да, реально. Вот, у меня, ну, случилось там определенное... Говорите, хорошо. Определенный, скажем так... Experience. Ну да, типа того. И я подумал, что стоит эту... Ну и мысль мне пришла в голову, и думаю, стоит вам эту мысль рассказать, и пока я думал, как вам эту мысль рассказать, потому что я могу очень, ну, очень двояко сейчас ее рассказать. А теперь перейдем к делу. Короче, стою я такой, ну, не надо, думаю, объяснять, зачем иду в туалет. Вот, и, короче, стою и думаю, облокотился немного на стояк. Вот, и это вот уже звучит двухсмысленно несколько. Вот, но на самом деле... Облокотился на стояк в смысле, ну, тупо где. Да, типа того. Вот, и думаю, а вот прикиньте сейчас, как случится, что я вот так вот облокочусь на этот стояк и усну в такой позе. И получается, что я таким образом саботирую стрим-конференции Sony. То есть вы не сможете вырубить мой стрим и не сможете включить стрим Sony на моем компе. И получится такой саботаж. Мораль, господа, осторожнее со стояком. Да, осторожнее облокачивайтесь на стояк, вот так вот. Или не стоит доверять стояку. Или еще что угодно пошлое, что вы успеете придумать сейчас. Вот. Сап, обе задают следующий вопрос, а как бросить бухать? Короче, бухаешь маленькими порциями. 12 сантиметров. Да. Ну, окей, просит сирену показать, покажу сирену. Сам не знаю, как первая играется. Не выбирал. Вы часто смотрите телевизор? Ну вот в последнее время, как подключил телевидение, ну смотрю, бывает. Вася, знаешь, что это за сирена? Это которая в Блаткерс? Или что это? Нет, это самая первая. Блаткерс это ремейк первой сирены. А это самая первая с PS2. Все, понял. А зачем она? Ну, выпустили ее вот буквально мне сейчас. Ну, ремейк же выпустит логичнее, или он какой-то там спорный? Да, его сейчас бесплатно для PS3 раздают. И с PS3 не думаю, что стоит его переносить, а вот этот можно. Вполне. Немножко хоррор вам в ночь. Аниме говорят, называется Джокер. Какое? Не уверен даже в том, что Фабу Дупрайк рассказал. Вася смотрит только два с футажами 10 FPS. Не, на самом деле, Тилси с жирными мужиками и елками. С... О, Господи, что там еще показывают? С чуваками, короче, которые жестко вообще экономят на всем, чем можно. И с... Всякими штуками с Гордоном Рамзи. Кстати, тебе не показалось? Мне показалось, точнее, или в иллюзии обмана, вот в моменте, когда там официантом... Момент с рукой, короче, и официантом. Там же, по-моему, Гордон Рамзи в эпизодах появляется. Или ты не знаешь, кто Гордон Рамзи? А кто это? Ну, это суперизвестный повар, короче, он там всякие эти идут. Ну, да, да, он, у него это кулинарное шоу, который самый такой... Ну, а в кухне, собственно, его, это шоу, которое он ведет или вел. Вот, сейчас он идет там лучший повар Америки. И тоже, ну, это на самом деле та же адская кухня, только называть... Пожалуйста, брось. А что, страшно стало? Страшно стало. Не грутишь. Ну, ладно, посмотрим, как ремастер выполнен. Да, я понял. Что-то он 4 к 3. Ну, так от PS2 же. Хотя, по идее, я думаю, тут можно что-то нажать и попасть в меню эмулятора и сделать 16.9. Не верю, правда, что я сейчас свыкнусь с управлением, пойму, как в это играть и, короче... Что ты делаешь? Вот, хороший вопрос. Как вы думаете, MMORPG все? Как жанр? Не понял вопроса. Ну, типа, прошла ли золотая эпоха MMORPG, вот именно вот MMORPG. По-моему, Рейлдер Скроулс подтвердил, что вроде нет. Не, ну, как бы сейчас, скажем так, массовый сегмент переключился с MMORPG на сессионки. Вот, что я хотел сказать. Не, ну, в этом плане, да, конечно, сейчас сессионки рулят. Вот, и мобильный рынок, ну, и free-to-play. Так, что еще давайте пищеведы, никому не нравится некоторым людям, я смотрю. Ну, ладно, так, кто-то в голос собаки убирает. Ну, там такая очень забавная собака. Что, скоро она? Через час. Да. В Америке выпустил пиво Mortal Kombat. Да, была такая новость, знаю. Забавно. Ой, да ладно, тут что-то в Чехии кефир продают с названием Kieferer. Да, да, это было прекрасно вообще. Только раз вы не забресили, по-моему, скандальчик был. Ну, может быть, но просто он был. А может и есть, я не в курсе. Скандальчик на чего был, как бы? Ну, что за название? И там, как бы, логотипчик тоже какой-то был такой. А что название в смысле? Kieferer. А, кефир, мне кажется, Kieferer. Я думаю, ну и чё. Тогда да. Надо кофейку бахнуть. Бахнул? Да. А посоветуйте годные пошаговые стратегии. Не к нам вопрос, по-моему, вообще мимо. Клеб уже ушёл. О, но, кстати, хочу отметить, Василий, что чайник оживился. Нравится, не нравится, но все-таки заинтересовались, что происходит вообще. Да, я только не понимаю, как это управляется, дело всё. А где вы вчера разглядели новую Wolfenstein? Заходи на stopgame.ru slash e3, и ты увидишь там в хабе эту новость. Если полистаешь достаточно низко. Бешеный сенс у правого стика. Слишком страшно, говорят люди. Стремно. Она прям реально такая криповая, я просто не смотрю. Ну, она такая, знаешь, вот. Старые игры у них ещё тут несовершенство графики, тут играет немножко на атмосферу. Блин. Блин. Ой, тварь. Блин. Как они запарили летать в осям, мне страшно смотреть сирену. У меня тут... Я помню, что в этом, в сирене новой, там, короче, тоже были такие... Люди, у которых пчёлы были вместо головы, они летали. Господи, короче, у меня сейчас на мобильный пришла какая-то херня. Я даже не знаю, что это такое. Terrifying Vagina Facts. Это, походу, видос у кого-то вышел. А, это 9-гек, всё понятно. Ну и что, расскажи нам. Я не знаю, я не открыл. Сидестеп, first-person view, battle stance... Как через эту минуту выйти, господи. Нет, не то. Я хочу уж летать тут. Ай. А, всё. Кто ведь эту игру проходил? Расскажите, что делать надо. Ай. Ай. нет полицейские убивают бруталити я так сказать вообще играя сейчас можно сказать так но нечестно у меня тоже рассвет день не не страшно у всех там в москве ночи все такое и все боятся меня в коп схватил в связи с тем училки ну нафиг вас такими играми говорит говорит ко мне я один дома сижу вообще проблема у человека давайте это первый этап пройдут скажите скажите делать кто знает погуглить такая игра без подсказок салендхила где мне найти причины а ул файл процесс лист у нас белая ночь и говорит джокер шестнадцать три часа уже светло у меня не белая ночи в новосибирске в три часа уже светло по местному времени тоже мне он не даст выйти он мне не даст спрашивают окно как нам истории серии metroid и не хотим ли мы по ней сделать сделать нет я не хочу делать историю серии это отстой просто как я убедился на примере многих людей она очень изматывающие так чет в стиме все дороже и дороже игры возмущаются ассаб обе заметьте логику человека сначала спрашивал как похудеть потом как бросить пить а потом такой блин игры все дороже и дороже так вот купай игры меньше денег на хавчик будет оставаться и на питье неплохо не та кнопка ммм давай вае вае вася нашли короче гайд знаешь че надо делать на ключе уже взял теперь надо понять чем им пользоваться не выходишь в главное меню и нажимаешь escape говорит литая 003 закрываешь игру кирамы идешь заниматься чем-нибудь нормальным в его версии гайда написано так вот в килибро у нас новосибирске в 2 светлеет а в 2 30 птицы поют слушай ну вот я вторую ночь смотрю когда светлеет ровно в три часа утра не знаю почему ты говоришь два но птички дарят тогда же три часа начинают буянить что он пытался открыть машину с с водительского сиденье как бы там руль нарисован не получилось пассажирского ну потому что еще не ехать собрался но вообще собрался ехать а все уехал я думаю так в бардачок залезешь в одержку ищи и пойдешь дальше мне пытается неудобно что выпадающими на треугольник блин я постоянно их хочу просто взаимодействовать треугольник смотри к мини а как насчет делать историю серии файл фэнтези и вичер а у нас есть кто то кто мог бы сделать вичер если он не сделает нет ну например я технически макове у нас по моему по книгам заугорел да по ведьмаку ну да ну я тоже читал окей все кроме последней а все отстой не годится ну последняя она совсем недавно вышла ну хорошо тогда оправдан оправдан разве не в 300 начало смотря в каком часовом поясе у меня в 3 0 0 с сайлент хилл для бледных до сих пор бледных чему чему вы длинной палкой касаетесь арматы нет я арматы даже длинной палкой касаться не собираюсь ты что-то путаешь ну все макс короче история серии вечер конфернта в тебя да конечно мне вот прям сейчас больше заняться не о чем ты вообще зачем вечеру история серии три игры все но в принципе не такие старые история серии тоже главное не про игры рассказывать а про разработку там все вот это про пасхалочки да тогда полно лучше про всю студию сиди project red рассказывать там так и получится учитывая что у них кроме вечера там если ничего не путаю нет игр толком да ну они там не буду вас научить народ спокойитесь спокойитесь поэтому ты че сейчас будет обзор обзорвер кто что обзорвер 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 все таки обзорвер или обзорвер нет обзорвер обзорвер от друга ну нахрен тогда я не знаю что как обзорвер а там у куба лицо как маска вид вот я уже 4 процента от чего выйду быстро нормально че переключимся на е3 пока давайте ну там сейчас нет ничего нет ничего нет бесполезно то есть сейчас просто показывают что дальше будет обзорвер но его еще нет ну бефеста вроде через полчаса да там что-то показывают непонятно правда что он ну 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 там кстати люди которые про сливы говорили так и это про сливы про сливы да так и не сказали откуда там инфа про evil вызын и прочее такое никакие пруфы не кинули да ни к одному сливы не было пруфов ну да ну да все сливы приходят из одного места ой сливы почему из одного не знаю нет человек воображение в смысле да не брось у некоторых есть реальные источники не все же сливы вранье но большинство ну не все но сливы ложь просто источники то свои никто не выдаст разумеется да короче это мы вчера обсудили да слив мирового анонса human революр ой mankind divided ну помните да я в перерыве да конечно короче наши доблестные зрители сразу побежали и доложили сайту мне сразу прибежали в личку да ты чё да ну молодцы доблестные зрители угу и чё а с чем прибежали то давай чтоб второй раз прибежали ну чё не просто ну мне написали что им доложили что мы обсуждали слив хорошо весь интернет блин обсуждал слив когда он произошел просто мы припозднились да а да да Я уже говорил много раз Единственная история серии, которую я буду делать Это Биошок И когда это будет надо, например, четвертый анонсируют Перейти Историю слив История слив Кто делает новый South Park Слушайте, там вообще какая-то рандомная студия У которой Игорь нет ни хрена Абсолютно Ну то есть очень странная Тема, учитывая, что первую часть Делали Эти самые Скажите за меня, чтобы я Я побоялся, что я Ляпнул херню Вот, а тут вообще какие-то рандомы Но есть такое Начался Обзольвер, так что Пускай идет Последний час я уже Хочу посидеть просто Я вообще думаю, сейчас взять молочка Взятие печеньки Орео И немножечко им подкрепиться Отличный выбор Да Вообще, сейчас только их покупаю, они прям С молоком Заходят как надо Что такое обзольвер, вообще кто-нибудь Я как раз хочу тоже поглядеть Пока что такое обзольвер Инди игра С этими самыми С какими-то Файтинговыми Задатками Онлайн Мил Экшен Как правильно Говорить? Мил 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 Прямо Мили Мили Ле Мили 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 Хорошо Онлайн Онлайн Мили РПГ Сколл Кап Девольвер Диджитал На ПК и консолях выйдет в 2017 году Хорошо Я очень рад зайти Я уже стрим Если имеется ввиду Сони То через 50 минут Это очень классный игрок Что это очень классное Геопарк Попробуйтесь И расскажите нам Что ты делаешь Я Айджел Лаури С Девольвер Диджитал И я делаю Что ты делаешь Ребят Го овервотч У нас ни у кого нет Овервотч Вообще Да Мистер Трубл Ты кто и откуда Ммм Еще час Господи Вчера Тебя не было с нами Я так понимаю Да Да Но сегодня Мы уже дольше сидим По времени Чем вчера Но сегодня Больше напряженности И поэтому Нормально Ну то есть Больше информации Какой-то больше конференций Ну да Вчера было хуже По-моему Вот это Пятичасовой Затык Ну да Там прям конкретно Это ты Дуришь Мы не доспим До Сони Главное До бодрствовать Ждете Новый Системшок Спрашиваю Ну да Конечно Ну то есть Теймастер Второй части А вторая Не первый По-моему Второй Первой Вообще Мало общего Имеет Второй Начиная со второй Пошел уже Классический Биошок Начиная со второй И заканчивая И заканчивая Второй Вообще Ну то есть Системшок 2 Биошок Биошок 2 Вот она Трилогия Одинаковых игр А Биошок 3 Биошок 3 Такое Предлагаю возобновить Вчерашний разговор Про российский Добавь взбодриться Я не против Только российские вещи Такая про них Многое не скажешь Можно поэму написать Конечно Даже две Про левую Про правую А что к теме Кодзимы Друзья Я просто в твиттер его зашел И он 4 минуты назад Написал типа Эй привет LA И такие есть Возможность Вероятность А в каком твиттере Я сейчас в твиттере Кодзимы Или ты в японском твиттере Кодзимы Я не вижу ничего Что типа Хе-хе привет LA А ну я В твиттере Кодзимы Продакшн Смол Ну кстати может по твиттерам Пошлется Что пишешь Шехи и Шида Давай 40 минут Антилка Каиндафа не пришел Форпу истейшен Написано Каиндафа не А проверьте твиттер Дэвида Киев У него есть Не знаю Ну-ка твиттер на Тедок Давайте глянем Подряд подряд А Интересно Антилка 4 патч Не вон у Тедок пока ничего Что-то как вам сиськи ведущий Миленькая ведущая Вообще Очень мне понравится О, рак Старк Тоже нихрена не сказано Про то что они будут Теда Рэвида Кейджа Такой топовый твиттер Что он последний Что-то писал В 2012 году Такой забросил после выхода Беянда И ушел В горы Так Кстати, да Че-то я саб Нет, чат не саб Все правильно Пока еще нет Можно не делать А спрашивают Саб чат Я говорю Нет, не саб Нет, саб Может быть Че-то как дела Чат Да, слушайте Вот объясните мне Вообще Как можно рассказывать Анекдоты То есть Я ни разу в жизни Не рассказал Смешного анекдота Вообще Не понимаю Как Ты просто берешь И рассказываешь Анекдот Я понимаю Крутую историю Какую-то Или еще что-то Так блин Некдоты-то и есть Как крутая история Ну я не знаю Просто как Обычно Ну типа Ты типа Если это Если это Не твоя крутая история То ты не можешь Смешно рассказать Не, ну знаешь Вот этот типичный Анекдот из книжки В туалете Вот такие вот Анекдоты такого рода Причем Периодически Такие редко Кто-то рассказывает Макелебрис анекдот Ты не бываешь Просто в таких компаниях Я жил В лучших районах города Там прям Собирается народ И вот такие анекдоты Друг друга рассказывают И все дик смеются И я каждый раз стою И как бы Это самое Ну ты же нас Мега интеллектуал Тебе так не смешно Я не знаю Мне просто кажется Что анекдоты Они Ну Обычно К месту вспоминаются И Когда они Вот в контексте Какой-то Актуальном Тогда Они смешно заходят То есть Вот если я сейчас скажу Буратино дрочит Дрочит и загорелся Это не будет смешно А если бы мы обсуждали Буратино То вполне может быть Кто-нибудь поржал бы Хорошо Так о чем мы Кто знает игру Nox Спрашиваю Я знаю игру Nox Задрочил я Просто Да Загорелся Лучше Что за игра в стриме Абсервер Абсервер Ну короче Какой-то очередной набор букв Между прочим Ча этих просто уничтожила Твоим анекдотом Солдом Отлично Хотя вроде не к месту Видишь твоя теория Не работает Как-то этому По-другому Не ну может просто Кто-то вот Сейчас в данный момент Для него Буратино Буратино был Как-то в тему Хотя кого я обманываю Или может он сидел Дрочил Да На наш стрим А я напоминаю Что если я не читаю Ваш огромный комментарий Последний час То наверное Я не прочитаю его никогда Просто потому что Скажите свое мнение По поводу Первых трех частей Президент Тивилл Нет, есть вопросы Которые просто даже не бояна Классика уже Которые не устаревают Теория анекдотов Максима Солодилова Не моя анекдота Теория моя Теория моя Просто такое ощущение Как будто анекдоты мои Может там кто-то рядом горел Ну не знаю Нужно более детально писать Это Васян вот Фанерой Фанерой, да О чем мы О чем мы Мне кажется Сейчас я тоже буду Ну в тексте уже Так знаешь Держится Вторые сутки подряд Держитесь там Игр нет Вы там держитесь Так Килибро В чем смысл В жизни Я Гиданист Убежденный Исключительно В получении удовольствия Вне зависимости От того Отчего ты получаешь удовольствие Это уже субъективно Кстати вот Сони пишут Что Минить 20 минут До начала Пришел Может имеется Прекрасно Перепрыгнуть На Сони Через 15 минут Конечно Имеет смысл Филиппы На Сони Всегда Я не понял В этом году Юбисофт не анонсировала Если Синскрит Нет Они сказали Что фильм В приоритете В этом году Игра возьмет Паузу Ну собственно Это Ей вполне может Послужить на благо Да И я напоминаю Что если я не читаю Ваши сообщения Последний час То даже если Вы капсом Пропишите это сообщение Еще раз Я не прочитаю его Я не пропускаю Сообщение Ребят Я сижу И пылю Тупо В чат Уже Который час День Который день Да Так И треть Килипро спрашивает Двух остальных Где видеоигры Это концов каниклоза Ну ладно Ну ладно У меня экзамен Я не могу спать Я должна изучать ХОЛОД Мишу Или что Мишу Надо изучать Кто-то спит И у кого-то Через пару часов Экзамен Просто топовая Подготовка Под стримчат Еще раз Чуваки Я писал Диплом На прошлой Е3 Прямо во время Е3 Сидел Писал диплом Нормально Так Так Левро робот гидонист С футурамой Да Все так Бывший редактор игрома Не только и делаешь Стравит анекдот На своих Вот у кого-то получается Видите все На конфу кто-нибудь И приедет Придет Леня Может быть Илья Артамохин Какой-нибудь Но А кто Да Леня улетел Там уже Леня улетел Но он сказал Может заглянем С утра Если повезет Если у него там останется По-моему До урс Лексом не спят Ну или как минимум Проснуться Не знаю Будут они заходить Нет Ну и все По большому счету Вот тебе мое сообщение Не читай его Простите Я не мог Я не удержался Просто Келебра личности Нельзя манипулировать Да А у меня завтра Экзамен по философии Вот сижу параллельно Учу и слушаю вас Говорит Альтаэр 003 Бесполезно философию Учить Прям вот Чуть Вот уж Че так Че У нас был Самый топовый препод По философии На самом деле В ВУЗе Потому что Ну Техническая специальность И он реально Он просто взял Вот абсолютно Без херни Без рассуждений На семинарах Иногда он пытался Так Легонько Заставлял нас Что-то интерпретировать Но в целом Все лекции проходили Он просто брал И историю философии От и до С датами Концепциями Фамилиями В большую толстую тетрадку Показываешь тетрадку Все Тройку Четверку Набрал автоматом Отлично А у нас короче В этом Кандидатский экзамен По философии Нас вели Три преподавателя Один короче Был Ну типа Он самый главный Но он очень мало вел Он был такой Знаешь Вот Ему вот Если шапочку Такую Знаешь Надеть Какую Такую Ну То короче Получится буддист Прямо Вот он реально Руки Если сложит Обычно Сидит Прямо Реально Буддист Вообще Чуть ли не Будда Сам по себе Как он выглядит Вот Второй Короче Точнее Третий Лучше так скажу Второго Напоследок Третий Был реально Супер Серьезный Вообще Мы не понимали То что он говорит Он куда-то задвигал Вообще В ненужные степи Вообще Не понимали О чем он говорит И он вообще А вообще Не по билетам Как бы Ну то есть Не тренировал Нас А второй Он шел Прям ровно По билетам Вопрос Но он С такой Своеобразной Какой-то Манерой Все рассказывал То есть Он такой Мысль пытается Занести Кому-то Обращается Вот представь Вот ты президент И я президент И я тебе говорю Иди нахер Вот 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 это же Понимаешь Вот оно Оно значит Да Действительно Вот Да И мы такие Вот Как бы Он объяснил Какую-то мысль Там такой Вот Да А еще где-то Я недавно видел Смешной Пост Про философию Сейчас постараюсь Его найти Там просто Если Если вы хоть Чуть-чуть учили философию И знаете Основные Вот эти Там некоторые Философские приколы Типа Тень в пещере И так далее Это прям Супер штука Сейчас постараюсь Найти Ну хорошо Это было Килибро Некрофилию Педофилию Тоже одобряешь Это ведь доставляет Кому удовольствие Не Давайте так Доставлять удовольствие Ну Получать удовольствие При этом Не мешая Жить никому Из окружающих Поэтому Некрофилия Вполне Нормальная А педофилия Лучше не надо А если Ты тоже Достаешь удовольствие И никому Не помешаешь Что ты что-то сказал Я просто Ушел от темы Хорошо И в гельмо В который раз Подтвердил Beyond Good and Evil 2 До сих пор В разработке Ну да Ну то есть Я не понимаю Почему Столько хайпа Вокруг Именно разработки И анонса Потому что Он уже все Сто раз сказал Про Beyond Good and Evil Он сказал Что там сидит И 5 человек Работает над игрой Работает Когда им хочется И когда они свободны Поэтому Никто не торопится Им комфортно И если будет Вот мне такую работу Когда хочешь То работай Ну да Если в настроении Если я выучусь На программиста В России И поработаю Где-то Есть ли шанс Получить Престижную работу За рубежом Охренительная история Есть на эту тему Напомню Что я инженер Содовой связи И Один чувак У меня Знакомый Не из моего вуза А С той же специальности С другого вуза Просто Сидел Гуглил Разную работу И ему случайно Попалась ссылка На какое-то Удачное агентство Ну типа Международных кадров Он Очень хорошо Разбирался в 4G Реально Чтобы разобраться В 4G Вам нужно просто Сесть И за полгода Прочитать Один огромный учебник В котором Ну методическую книжку По 4G В которой там Полторы тысячи страниц Вы ее читаете За полтора года И вот чувак Просто С очень средним уровнем Английского Случайно Созвонился С Какими-то ребятами В Канаде Их устроил Его уровень знаний Они его забрали И сейчас он там работает Вот просто потому что Поискал работу Немножко И нашел Созвонился Так что да Особенно с программированием Со всем таким Это гораздо реальнее Чем кажется Просто надо целью задаться Так Что еще Что еще Что еще Первый тем начался Shadow Warrior 2 На экранах у вас Если кому-то это интересно Ммм А меня завтра отчисли Ты бы курсач не сделал Выйду без среднего образования Вот Среднее Курсач Среднее Что? Я даже не понял Среднее вроде у нас И я не понял Без курсачей И тогда уж выгонят Они отчислят Из школы же выгоняют В конце концов Мм Заходят 3 килибро в бар Или так Сколько килибро нужно Чтобы включить лампочку Не Тогда нужно по-другому Заходит в бар Сно Что-нибудь Да Как это анекдот стандартный Строится Заходит в бар Русский немец Сно Кинокритик Сно Кинокритик Ариец И все это ты, да? Да А бармен говорит Пунгуров пошел нахер У меня один раз Преподаватель пригнувшись Убежал с пары Не Преподаватель Это вообще отдельная история Я лично Учился у преподавателя С которым я играл В что где когда Ну то есть реально Нет Просто Реально После пар Собирались Играли в что где когда Там на каких-то Новосибирских этих Участвовали И ничего Он лабы мне ставил Иногда А в данный момент Например Я играю В ДНД С преподом Тоже в ВУЗе Я у него не учился Учился мой друг И мой друг у него В покер выиграл Зачет На паре Просто потому что Иштяк Ну реально Ну реально Очень клевый препод Молодой такой Парень Он нас водит И он балуется Постоянно А например У меня был Гениальный ядечко Еврей по фамилии Брикман Просто он тоже Очень клевый чувак Дядечки лет 50 Умный Все дела Но в какой-то момент Он такой знаешь Любил поприкалываться Говорит так Значит задание вам На перемену Вот три маркера На которые Которые на досках пишут Кто из вас Поставит их Друг на друга За перемену Получит пятерку автоматов И реально Убились Просто так и не поставили Он сидел Угорал Смотрел Так что еще Почему некрофилеет нормально На типу гуру 2016 год Ничего не плохо Килибро Что думаешь Насчет запрета хентая Охренительно Я вам сейчас расскажу Потрясающую вещь Парадокс Парадокс Просто я всем уже рассказал Смотрите Как известно В Госдуме приняли Законопроект Согласно которому К педофилии Приравнивается Любая порнография Где есть Намеки На несовершеннолетие Главной героини То есть Если это Взрослая бабича В костюме школьницы Восьмидесятилетняя бабича В костюме школьницы Это приравнивается К педофилии Соответственно Весь ваш хентай С полуголыми Анимешными телочками Приравнивается К педофилии Потому что Они обычно в школьной форме Итак смотрите Схема в чем В любом Порнофильме С предполагаемой школьницей Есть обязательно фраза Сколько тебе лет Мне восемнадцать Этого требует законодательство Любой страны Чтобы Ну фильм совсем В ад не отправляли Раз У нас Школьницы Восемнадцать Ну школьники Восемнадцать Заканчивают учиться в школе Специально подгаданно Мы в семь лет идем Одиннадцать лет учимся Восемнадцать заканчиваем Плюс-минус Возраст согласия В России Это шестнадцать лет То есть как бы формально Возраст Школьницы попадают В возраст согласия Таким образом Если педофилия запрещена А там Минимум восемнадцать С телочками О да да Если хотел сказать порно с телочками С школьницами В общем мораль В общем мораль в том Что получается Пешить школьниц В России сейчас безопаснее Чем дрочить на них В интернете Понимаете Ну то есть Возраст согласия Шестнадцать Этим в интернете Восемнадцать Получает Ну блин Это же гениально Это потрясающий парадокс Так тогда может Это на самом деле Не столько запрет Сколько призыв Воот Вполне может быть Еще одну новость Сегодня вычитал Что Нынешнее поколение Согласно всем статистикам Ну Самое отвратительное И скучное Вообще в тысячелетии Потому что Никто не трахается Не пьет Не курит Не употребляет наркотики Вообще Кошмар Да все это херня Это по-моему Мне кажется Каждое Взрослое поколение Говорит так О детях Подростающих Не а тут именно Социология Статистика И все остальные вещи То есть Именно Да статистике тоже Верить нельзя Она же выборочная Она же не всемирная Нет Во-первых Во-вторых Статистики тоже Взрослые люди Которые смотрят На них Такие Не у нас была круче Вот они Не 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 Ребят Погодите Современная Вся эта статистика Это не просто же Херня с горы Это именно Там есть правила Определенные Там есть выборки Там есть Именно чистота Эксперимента То есть Не существует На самом деле Понятное дело Что ты сидишь Такой и думаешь Ха да Они там Попросили три человека Ни хера У них есть Очень жесткие Правила в статистике Ты обязан Напрашивать Разного возраста Разного пола Коэффициенты Там очень сложные Формулы Для всего этого И все это подобное Именно чтобы быть Максимально правдоподобными Я не говорю Что каждый Я тоже умею Изображать бурную деятельность И говорю Что на самом деле Моя работа сложная Я понял Что социологи Тоже это могут Некоторые могут Да Некоторые могут Нет Вот и все Я не Ты сейчас выразился Всех То есть шанс Что вы опросите Тех Которые Ну как сказать Если они там Про что сейчас вообще Про то что Вот не употребляют Ну может они На зожников Нарывались чаще А может просто Не болелись Пацаны Ну хрен его знает Ну там вариантов Тьма Если вы не опрашиваете Всех То все Возможно Возможно Всякие косяки Да и плюс Врать на это Как хотите Я ни в чем Вас не буду Переубеждать Да короче Мы поняли Что ты просто Ищешь оправдание Чтобы бухать Ширяться И трахать Типа ребята Я статистику Выравниваю Чтобы мы были Не хуже Предыдущих поколений А это да Конечно Да естественно Крутота поколения Она в том Как люди Ширяются И бухают По моему Такое в 90-х Было популярно Только Думаешь Если ты ширяешься То ты крутой Да ну в этом смысле Можно быть Так Теория вероятности Почему А вот Началось На Sony PlayStation Да вы что Все Какой вич Пришел PlayStation Тв Слаж PlayStation Я понял Давай Перейдем На PlayStation Потому что Пора уже Анекдот Заходят в чат Кулаков Тростенюк И Гальперов А у Килиброния Смайлика Хороший анекдот Как Как было В этих Хранителях Хороший Анекдот Правдивый Всем смеяться Да Я откуда-то Там фен Так Выкоробился Праспорт Будильник Хранителевский У него несколько Будильника Короче Ваха Кодзима И Короче Хранители И вот сработал Один из них Хорошая шутка Да он еще не проснулся Он кстати сейчас Спит до сих пор Надо еще три раза Сказать Хранители 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 Кровавая Не могу Вася А ты преподавал Если ты аспирантуру Закончил Нет я не преподавал А должен Я не закончил еще Ну погоди А реально Ты же должен Ну то есть у нас в вузе Все кто пошли В магистратуру Они уже с первого курса Что-то преподают Я никому ничего не должен Нас не надо Я как бы Я не в институте В аспирантуре Я Ну смысле Я не в университете В аспирантуре Я в институте В аспирантуре Я не в институте Не в том институте Который Вот Типа Студентов Учит А в том институте Который Типа наукой Занимается Поэтому там Не надо преподавать Окей Ну либо меня не просили А я особо И не хотел Так Так Еще фен реагирует На сиськи Только почему-то Начинает говорить Про Кодзиму Бывает Да просто Все же врут Постоянно Всех запугали Особенно Школьники Не Короче Реально Единственная На мой взгляд Серьезная причина Не доверять Социологическим вопросам Потому что Людям Насрать Что в них отвечать Вот это да Вот этот момент Я вот Расскажу тебе Подключил я тут себе Этот Интернет Да И вот мне В течение Четырех дней Четыре раза Звонили С одинаковым Соцопросом Так На четвертый раз Я уже готов Послать Блых нахер Просто Поэтому да Когда мне звонят Социальными Опросами Вот этими Вот Типа А еще главное Ты не будешь им отвечать Вот серьезно Ко мне приходили Еще другие провайдеры В дверь стучались До этого У меня был Этот мегаполис Телеком И они опять пришли Второй раз Меня типа Подключить Забыли Что я к ним Уже подключенный Но не пользуюсь Их услугами Уже Четыре месяца И они такие Типа Вот А какой у вас Провайдер Мол Типа Ну то все Пятое Десятое Я им не стал Говорить Что у меня раньше Были Они такие Типа Вот про нас Что нибудь Слышали А Как бы Про них Я ничего хорошего Не слышал Так Как бы Да Они такие А что вы про нас Слышали Я такой Да так Ничего особого Потому что Блин Один раз Я сказал Вот в этом Соцопросе Типа Как вам Качество наших услуг Я сказал Ну на восьмерку То есть восьмерка Как бы Хорошая оценка Они такие А почему Я такой Твою мать Вот Серьезно Сейчас эти Буду объяснять Почему еще Есть некоторые Которые Скажешь восьмерка Хорошо А есть некоторые Которые Почему Я поэтому Всегда им вру Что все хорошо Все спасибо Потому что Ты знаешь Иначе этот вопрос В смысле Этот опрос Продолжится дальше Я такой Нет Ну да Я на самом деле Обожаю У меня номер До сих пор эстонский Остался Мне иногда звонят И то что Они такие Здравствуйте А не найдется Ли у вас Времени Чтобы ответить На наш соцопрос Примерно там Десять минут На это уйдет Привет Я не в Эстонии Я в Чехии О спасибо До свидания Хорошо Так что Это очень классно Причем они так Ну Так долго Все говорят Но потом Как только Говоришь Что ты не в стране Они говорят Спасибо До свидания Как будто Роминг Там стоит Просто Каких-то Бешеных денег А еще Короче Мне позвонил Один тоже Чувак С этим же Соцопросом Опять Этот Провайдер И вот Сука Я в течение Всего разговора С ним Я был уверен Что я говорю С роботом Просто Он такой Здравствуйте Я представляю Фирму Такую-то Такую-то Вы можете Ответить На несколько Вопросов О качестве Предоставляемых Услуг Первый вопрос Как вам Качество Наших Интернет Услуг Ответьте По шкале От 1 До 10 Спасибо За ваш ответ Второй вопрос Причем Это был не робот Это реально Был человек Но я Весь разговор Думал Что это Какой-то робот Ну то есть Вот заранее Заготовленными словами Ты не хотел Васян Отвечать Точно так же Ну Я в какой-то момент Задумался Об этом Но думаю Что Менять ход Ответов Как-то Ну Прямо во время Опроса Это будет Ну не круто Надо изначально Сразу с этой ролью Ну да Я не знаю Ты когда начал Так говорить Мне сразу Захотелось Пародировать Потому что Это полный Песец Просто Не понимаешь Я сперва Не думал Даже отвечать Потому что Я думал Я с роботом Разговариваю Ну в смысле Что робот Со мной говорит Я даже Не думал Вообще Отвечать Слушайте А вы не Бросите руки Меня зовут Дмитрий Я такой Робота Неплохо Вы не бросаете Трубки Когда вот так Звонят Нет Вообще Перезванивают же Заразы Макс Это как бы Смысл их Бросать Ааа Да Бывает Да Не в смысле Я иногда беру Ну потому что Я не знаю Кто там Они что-то Говорят И Бросаешь Сразу Даже Не говоря Ничего А чтобы Закрыть тему Соцопросов Говорят Ну там Комментар Большинство комментариев сводится к тому что Просто подростки научились врать Нет Это же делается не потому Это делается Берется статистика по количеству абортов Например В разные года Берется статистика там По наркобольным Такого-то возраста Это не соцопросы Слушай Ну аборты это вообще очень такая Ну я понимаю что ты сейчас Условно говоря Просто что первое на ум пришло Да Но смотри Опять же Вот статистика Самая пьющая страна в мире Эстония Знаешь почему? Я уже рассказываю Потому что финны приезжают И закупаются у нас Бухлом Потому что им дешевле Но смотри Как бы Эстония Самая пьющая страна в мире Это факт Факт статистический Да Но не фактически Потому что В Эстонии Ну блин Ну это бесконечный разговор И просто если Бесполезный И бесконечный Я тебе сейчас Предоставляю Прям Идеальный случай Когда я знаю Что статистика Не права Я знаю Причину Почему она не права Ну значит Да Просто Влияние на статистику Внешних факторов Окей Да Вполне может быть И что Но здесь То есть это как бы Исследование Сформировано На основе Разных Совершенно речей В большом количестве Знаешь Ну Рассчитать Употребление алкоголя На душу населения Намного проще Чем рассчитать Кто ярче живет Условно говоря Кто там больше Ширяется И все такое То есть Алкоголь Это такая более Вещь Которую проще Намного измерить Понятное дело Что Когда измерить Вот это вот Сложнее То там и ошибок Может быть Намного больше А тут И в алкоголе Это накосячили Ну Такое Мне просто лень Если честно Спорить об этом Да Беспорить Вот мне предъявляют Бесполезные разговоры Смешно Реакция к малолетней Да блин Ну я просто вижу Как что пацаны Настроены вот Упорно Отстаивать свою позицию И мне лень Переспаривать Потому что Ну как бы Это самое Переспаривать Иди переспаривайся Отсюда Ты часто переспариваешься Но бывает Периодически Да Со школьницами Да Со школьницами Да Так Говорят Беседка Что-то анонсит На другом канале Ну да Заявляли Она там на основном Типа что-то у неё Какие-то геймплейные По-моему Он страшный Анонсит прям Ну ещё я посмотрю Да давай Посмотрим Так В какой-то момент Кажется что С вами в скайпе Находишься И стесняешься Говорить Мне иногда Такое ощущение Что с феном То же самое Да Ты вообще написал Нет Нет Так А что-то На беседке Нет ничего Ну на их официальном Канале Нет На канале Твич Который Твич Ну значит Там ничего интересного Потому что Если было что-то интересное Они бы на своём Застримили Да Конечно Но там скорее всего Три-четыре минуты Опять геймплея Который тут же появится У нас В хабе Ну я сейчас Открою Посмотрю Остальное время Там наверняка Сони верим Сони верим Да Да Я согласен В общем я короче Пошёл за молочком И печеньками Сейчас вернем Давай Сгоняй Ждёте ли новую версию PS4 Был вопрос К слову о хентай Сказал Ваня набираю что-то в гугл Ваня сказал К слову о хентай Зачем мне гугл Для хентая Не У меня на русском диске Всё У меня всё На винте Хорошо Пусть так А почему сегодня Так мало рекламы Хаба Ну потому что Потому что Хаб расположен По адресу Stopgame.ru Слэш Е3 Сука И вы уже должны были Всё это помнить А не Её сейчас нет что-ли В правом веро А не Есть Ждёте ли Portal 3 Ждём Но не от Sony Но не от Sony Всё правильно Это стюринга есть А он там похоже Так Ласт оф Ас 2 Ну поехали Вопросы Это самое Ласт оф Ас 2 Не будет Во всяком случае Пока В итоге Что это 9 Если я увижу Какое-то говно Как в VR В прошлый раз Я скажу Что это 7 или 6 6 6 будем честными Если кто Это 9 Что Вы крестбонтик То Чуть Но Не моё Но да Я согласен с тем Что это такой хороший Уживанонс Мощный Мы Вася Угадываем Не содержимое конференции А итоговую оценку Вот насколько она Отобьётся по эмоциям Я ставлю на 8 Давайте я сейчас Перезапущу трансляцию Чтобы у нас Записи Разделились И были нормальны И мы как раз Начнём официально Это обсуждать Давай Неофициальная часть была Закончена сейчас Мы буквально Прервёмся На минутку Никуда не уходите Конференция Sony Мы начнём Буквально сейчас